Берлин становится центром русской иммиграции из-за дешевизны жизни. Старались работать таксистами, частные преподаватели, булочники, продавцы. Здесь между 18-м и 24-м годами выпускается книг больше, чем в Москве и в Петрограде. Гаденыш был толстовского рода. Граф, помещик и буржуй в квадрате нынче издается в госиздате. Так называемые хорошие русские, которые ругают других хороших русских. Ничего нового. Такие вот документы соглашаются признать более 30 государств. Либо на окраинах города какие-то крошечные комнатки снимали, либо многие телились в деревнях в окрестностях Праги. Вот люди сидят в Прагердиле с коньячком. Какое у них настроение? Вы знаете, крайне плохое. Набоков прожил в Берлине 15 лет. Говоря языком телеги, он его все время хейтит. Русские эмигранты находились в среде сильно прокоммунистической и просоветской. Большевики сами создают белое подполье, которое войдет в историю как организация «Трест». Жили поджавшие, аккуратно поджавшие лапы. Чекист спрашивает Шкловского, как он тут себя чувствует. И, значит, по легенде, Шкловский отвечает, как живая лиса в меховом магазине, когда Гитлер пришел к власти. Что в этот момент происходит с русскими эмигрантами? Русские эмиграции Привет, друзья! Это вторая часть нашего мини-сериала про белую эмиграцию, про первую волну. Если не смотрели начало, ссылка посмотрите обязательно, чтобы быть в курсе всех сюжетных линий. И эти линии не могли нас не привезти сюда, в Берлин, который и сейчас, как вы знаете, стал центром последней по времени волны русской эмиграции. Но сто лет назад он таковым оказался по причине, которую сейчас сложно себе представить применительно к Берлину, а именно как одно из самых дешёвых и доступных мест в Европе. Я объясню позже, что это значит. Есть ещё одна причина, по которой для эмиграции выбирали именно Берлин. Европа в начале 20 века – это континент железных дорог. Авиации гражданской ещё нет, вернее она есть, но не так развита, как сейчас. Никаких аэропортов, перелётов нет. И здесь, в Берлине, расположен крупнейший железнодорожный узел – ХАП. И поэтому именно сюда, на восточный вокзал в Берлине, прибывает абсолютное большинство эмигрантов первой волны, уехавших в Европу. И очень многие здесь надолго задержатся. Для понимания масштабов, в двадцатые годы в Европе зарегистрировано 755 тысяч русских эмигрантов. Это только те, кто официально регистрируется. Из них в Берлине, по разным оценкам, от 200 до 300 тысяч. Опять же поместимый масштаб – от 200 до 300 тысяч, при том, что в городе живёт около 4 миллионов человек. Совершенно было невозможно пройти тогда по городу, провести целый день на городских улицах и не услышать русской речи. И это особенно удивительно, если учесть, что ещё и десяти лет не прошло, как Германия и Россия друг с другом воевали в мировой войне. Германия потерпела поражение в войне и находилась в глубоком кризисе. Очень непросто было возобновить в стране производство. Инфляция была очень высокой. Царила всеобщая неопределённость. Общество было травмировано. Берлин, надо сказать, может быть очень негостеприимным городом в смысле погоды. Мы вот сейчас снимаем в конце марта, и здесь очень холодно. Так что, извините, я буду в шапке. Помните, я говорил, что Берлин становится центром русской эмиграции, белой эмиграции, в первую очередь из-за дешевизны жизни. Почему так произошло? Потому что после Первой мировой войны германская империя пала. В 1918-м, в результате ноябрьской революции, здесь избирается новое национально-учредительное собрание. В августе, на одном из его съездов, он проходит в городе Веймар, принимается конституция новой демократической республики. Её эту республику назовут Веймарской. Веймарская республика вынуждена выплачивать, среди прочего, репарации после поражения Германии в Первой мировой войне. И экономическая ситуация, и без этих репараций очень тяжёлая. В стране кризис, царят депрессивные настроения, гиперинфляция, немецкая марка в состоянии свободного падения и поэтому иммигрантам с деньгами, ну и вообще людям, иностранцам с деньгами в Германии в такой ситуации вполне комфортно. Это как в России 90-х. Здесь на 100 американских долларов можно было тогда прямо разгуляться. Но надо понимать, что людей с деньгами среди русских иммигрантов немного, потому что даже те, у кого были миллионы на родине, вывезти эти миллионы не удалось, поэтому кто что успел схватить, тот с тем и оказался. Кому-то больше повезло, может быть, на семейные бриллианты или золото привёз, кому-то повезло меньше, и он приехал буквально в чём было, с чемоданчиком. Поэтому большинство приезжих из России здесь буквально живут либо в нищете, либо близко к тому, и им приходится браться за любую работу. Военной Врангелевской армии, как писал сам Врангель, сменили винтовку на лопату, а шашку – на плуг. Они работают на лесозаготовках, в сувенирных лавках, в пекарнях. Таксистами многие работают. Потом мы ещё в Париже с этим обильно столкнёмся. Полковники занимаются тем, что крутят сигареты на фабриках. Офицеры работают, например, садовниками. Бывшие актёры – часто барменами. Вы, конечно, помните роман «Ремарка. Три товарища». И там есть такой проходной персонаж – граф Орлов, русский иммигрант. Вот он там работает то кёльнером, то есть официантом, то статистом на киносъёмках, то он наёмным партнёром для танцев. Себя предлагает и каждый вечер, пишет Ремарк, он молился Казанской иконе Богоматери, выпрашивая должность метрдотеля, то есть швейцара, в гостинице средней руки. А когда напивался, становился слезлив. Кто-то немецкий язык знал, тем было проще. Кто-то работал рабочим, извините за тавтологию. Многие старались работать таксистами, частные преподаватели, булочники, продавцы, секретари, секретарши старались кто-то зарабатывать переводами. Иммиграция очень чётко даёт понять, настоящая иммиграция, что нет постыдной работы. Любая честная работа есть всегда хорошо. Берлин, среди прочего, становится столицей русско-иммигрантской литературы и издательского дела. Здесь между 18 и 24 годами выпускается книг больше, чем в Москве и Петрограде. Около двухтысяч наименований. Здесь больше сотни русскоязычных изданий. Причём совершенно разных, особенно по политическим своим воззрениям. Главная либеральная газета называется «Руль». Это проект отца Владимира Набокова, Владимира Дмитриевича Набокова, лидера партии кадетов. И главная цель «Руля» — разрулить раскол в партии кадетов, объединить их. Издаётся «Руль» при поддержке немецкого издательства «Ульштейн». И издательство, и сама газета в начале 20-х находились вот здесь, на Кохстрассе. Печать русских книг и газет была прибыльным делом. Во многом из-за того, что в Германии, да и во всей Европе, была большая аудитория читателей. У каждой партии была своя газета. Некоторые из них могли существовать всего день, неделю или месяц, а некоторые — довольно долго. Газета «Руль» была, пожалуй, одной из самых значимых. В первое время, в начале 20-х годов, «Руль» даже прибыльная история. Тираж доходит до 20 тысяч экземпляров. В разные годы там печатаются и Бунин, и Саша Чёрный, и Тэфи. В ней же начинает под псевдонимом Влад Сирин публиковаться впервые Владимир Набоков-младший. Конкурирует с «Рулем» на другом фланге. И выпускаемая, в том числе и на советские деньги, газета «Накануне». Это такой рупор советской пропаганды, такое артии того времени. Кстати, единственная газета, которую разрешают ввозить в Советскую Россию. Там, среди прочих, печатаются Булгаков, Есенин и Зощенко. Одним из главных издателей и идеологов этой газеты является человек, который совсем недолго пробыл эмигрантом, и чья история, с одной стороны, очень показательна, она, с другой стороны, нетипична – это Алексей Толстой. Я хочу подробнее рассказать сейчас про этого человека. До сих пор до конца непонятно, Алексей Толстой – он родственник или не родственник Льва Николаевича Толстого. Дело в том, что уже будучи беременной, его мать Александра была замужем за графом Николаем Толстым, и он – четвероюродный брат Льва Николаевича. Но еще до рождения сына она ушла от мужа к председателю уездной земской управы Алексею Бастрому. И многие биографы считают, что он был настоящим отцом Алексея Толстого, и в этом случае ни графскому титулу, ни к Льву Николаевичу никакого отношения вообще не имеет. По поводу происхождения хотел бы развеять этот миф. Опять-таки, тут мой папа в свое время нам в отрочестве объяснял, в чем дело. Почему Алексей Толстой все-таки не от Бастрома? Здесь работают законы Менделя, законы генетики. У двух голубоглазых родителей не может получиться кореглазый ребенок. Бастром и Александр Леонтьев на Тургенево были голубоглазы. Алексей Толстой был кореглазым. Ниоткуда взяться пигменту. Этого не может быть генетически. Затем в архиве нашлось косвенное, но очень психологически интересное подтверждение. Александра Леонтьевна, уйдя от своего мужа, графа Толстого, пишет своему возлюбленному Бастрому. «Я ухожу к тебе с гаденышем под сердцем». Ох! Если у женщины есть сомнения, она своему любимому такого не напишет никогда. «Гаденыш был толстовского рода». Как бы там ни было, амбиции и широта жизни у Алексея Николаевича Толстого абсолютно толстовские. И позже его станут саркастично называть «красным графом». Сейчас вы поймёте почему. Когда начинается Первая мировая, Толстой отправляется на фронт корреспондентом газеты «Русские ведомости». и там пишет несколько пьес и очерков. К началу революции он уже довольно известный писатель. Ни революцию, ни большевиков Толстой, как и положено человеку с такой фамилией, не признаёт. Позже он напишет, что в эпоху… «Великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Считал их разорителями русского государства, причиной всех бед». И в 19-м году Толстой вместе со своей третьей женой, всего ей будет четыре, он был любвеобильным человеком, поэтессой Натальей Крандиевской. Толстой уезжает из России сначала, как все, в Константинополь, потом в Париж. И там Толстой пишет свой первый роман «Сёстры» из трилогии «Хождение по мукам». И потом в 21-м году он из Парижа приезжает сюда, в Берлин. В письме своему приятелю Бунину Толстой пишет, что здесь чувствуется покой в Берлине, что немцы работают как нужно, что большевиков здесь никогда не будет и вообще ему здесь хорошо. Берлин привлекал тем, что это была столица всего – художественного мира, литературного мира, театрального мира, предпринимательства и так далее. В Берлине выходила масса журналов, газет, там платили большие гонорары, там был круг общения. Поэтому он туда поехал. Как в материальном плане складывается его жизнь в Берлине? Блестяще! То, что он вернулся в Советскую Россию, было возвращением не от голодной жизни к богатому и славному существованию, а обмен одной богатой жизни на другую состоятельную жизнь. Его печатали, выходила книга за книгой. Он был славный, востребовательный писатель с выступлениями, с успехом и так далее. Здесь выбор был нематериальным, а гораздо более сложным. Бунин, в свою очередь, пишет, что над Толстым в эмиграции многие потешались, называли его то пренебрежительно Алёшкой, то снисходительно Алёшей. Но, в общем, он всем нравился, потому что он был весёлым, интересным собеседником, хорошим расхатчиком и, как пишет Бунин, восхитительным своей откровенности циником, наделённым немалым и зорким умом. При этом он любил прикидываться придурковатым и беспечным шалопаем. И был ловкий рвач. Рвач – это человек, который из всего пытается извлечь выгоду. Есть немало других воспоминаний о том, как Толстой ведёт себя в стиле совершенно Остапа Бендера. Но, например, он когда направляется в эмиграцию из Одессы, то вынужден плыть в третьем классе на пароходе, как многие. И тут капитан слышит, что на борту Толстой. И капитан, иностранец, предполагает, что это Лев Николаевич, автор «Войны и мира». И Алексей Толстой его совершенно не разуверяет, говорит «Да, был такой факт в моей биографии, написал я «Войну и мир», переезжает в каюту первого класса и дальше путешествует с комфортом. А позже уже в Европе Толстой, по легенде, продаст какому-то местному купчику своё российское имение, которого у него никогда не было. Наверняка так было. И не одно. Все вспоминают что-то. Он много чего продал. Какие-то чайники десятерым покупателям и так далее. Он был Невзоров из своей повести. Он был Буратино. Он был и Лиса Алиса, и Кот Базилио, и Карабас-Барабас, и Дуримар. Он мог быть всем. Он был многолик. Невзорова мы имеем в виду его героя. Конечно. Не нынешнего Невзорова. Тут надо пометить. Он мог быть, наверное, и Невзоровым нынешним, но такая маска, такая позиция и такая идиосинкразия была бы ему чужда. Он очень любил жизнь. В этом его лицедейская натура. Этим он отчасти и привлекал собеседников, за столом гостей своего дома и женщин. По воспоминаниям всё того же Бунина, Толстой в эмиграции ведёт довольно праздную жизнь. Любит ходить по гостям, особенно в богатые дома. Не забудем, что с деньгами у всех напряжёнка. Но в то же время в письме своему другу, писателю Корнею Чуковскому, который находится в СССР, Толстой пишет… В эмиграции была собачья тоска. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое Родина? Своё солнце над крышей. Так начинается история движения Алексея Толстого назад в Советский Союз. Важным этапом на этом пути становится его совместная работа здесь с Максимом Горьким, ещё одним писателем, который на тот момент находится в Берлине. И Толстой также начинает интересоваться идеями смен овеховцев. Это движение объединило эмигрантов, которые по факту признали советскую власть. Толстой печатается в смен овеховской газете накануне и становится там редактором литературного приложения. Которая просто финансировалась ГПУ уже почти открыто. Она продавалась на улицах Москвы и Ленинграда, и Петрограда. Казета накануне. И из-за этого сотрудничества у Толстого начинаются проблемы в эмиграции ожидаемые, потому что многие эмигранты, конечно, такую идеологию не принимают. Вот в апреле 22-го Толстой получает письмо от Николая Чайковского. Не путать с Корнеем Чайковским. Чайковский – это известный революционер, создатель партии народных социалистов. Эмигрировал после победы большевиков. И он в этом письме очень жёстко требует от Толстого объясниться. Как сказали бы сейчас, пояснить за связь с изданием накануне и за большевистскую пропаганду. И в ответном открытом письме Чайковскому Толстой написал, что да, хоть он и ненавидел большевиков. «Но совесть меня зовёт не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрёпанный бурями русский корабль». По примеру Петра. И по факту, конечно, это письмо адресовано, оно же открыто, оно адресовано не Чайковскому, оно адресовано советскому правительству, у которого Толстой просит разрешения вернуться. И ему разрешают. В 23-м году Толстой вместе с женой и сыновьями возвращается в СССР. У моей бабушки, у его третьей жены, Натальи Васильевны Кранзиевской, есть в воспоминаниях такой эпизод. «Мой папа, пятилетний, в Берлине на станции метро. А что такое сугроб?» И Алексей Толстой говорит ей, «Всё, хватит. Мой сын не знает, что такое сугроб. Едем в Россию». Кстати, возвращался он не просто так в никуда, так никогда не бывает. Он возвращался под личное поручительство, под гарантии Льва Троцкого. А где он советский паспорт получает? Я даже не уверен, что он ехал уже с советскими документами. В этом не было необходимости. Он ехал с теми беженскими документами, которые у него были. И как только он приехал, ему быстренько оформили всё, что нужно. Памятник Алексею Толстому в самом центре Москвы. По воспоминаниям Корнея Чуковского, едва вернувшись в СССР, Толстой сразу же впрягается в работу. Не даёт себе никакой передышки. Он обнуляет свою биографию, полностью реабилитируется перед большевиками. В СССР даже есть специальный термин для этого. Разоружится перед партией. Толстой разоружается. То есть он начинает прославлять советскую власть. И своего пика это достигает в 1933-м, когда он снова садится на пароход. Но маршрут совершенно уже другой. Это то самое печально знаменитое путешествие советских писателей по Беломор-каналу, который строит заключённую ГУЛАГа. Результатом той поездки становится такой огромный книга-альбом «Беломор-Балтийский канал имени Сталина» об эффективной системе перевоспитания человека, на которой ещё Солженицын потом скажет, что в этой книге впервые в истории мировой литературы воспет рабский труд. Понимаете, там замазались все. Просто все по списку. Алексей Толстой любил спать спокойно. Это я вам отвечаю, как человек, несущий очень сходные гены. Если его бы это мучило, он свихнулся бы просто. Он не мог быть человеком в тревожном состоянии. В нём было всё-таки трагическое. Без чувства трагедии так не любят Россию. Но не спят ни от чувства трагедии. Я думаю, что не спят от драматического чувства. Спят спокойно тогда, когда считают, что всё сделано, всё нормально. Ничего особенного. Это работа. В 1936-м Вячеслав Молотов, ближайший соратник Сталина, выступает на партийном съезде и говорит о Толстом. Товарищи, кто не знает, вот это бывший граф Толстой, а сейчас он знаете кто. Теперь один из лучших и один из самых популярных писателей Земли Советской. Товарищ Алексей Николаевич Толстой. Вот после того случая Толстого как раз и начали называть красным графом. Он становится депутатом Верховного Совета, членом Академии наук и одним из любимых писателей Сталина. И ходят по городу легенды о том, насколько шикарно, ни в чём себе не отказывая, в те очень тяжёлые годы живёт Толстой в СССР. Сохранились воспоминания Анны Ахматовой, где она описывает, как Толстой с его же слов ежедневно питается икрой, копчёной рыбой, сливками, фруктами, какими-то особенными огурцами, при том, что в стране голод, добавляет Анна Ахматова. Примерно это визуализирует и Пётр Кончаловский в своей знаменитой картине, в своём знаменитом портрете Толстого, где он изображён на таким вот сиборитом-помещикам с изобилием еды и вина. Красный граф. Да, это была сиборитская жизнь. Он был очень состоятельным человеком. Ходил по комиссионкам, покупал полотна времён итальянского возрождения, покупал чудесную мебель, у него был хороший глаз. Он очень-очень много зарабатывал своим литературным трудом. Но до середины 30-х годов это был такой надёжный, служака, исполнительный, который мог и о том, и об этом, который приспосабливал свои романы под советскую власть. Уже в Советском Союзе Толстой заканчивает работу над своим главным романом «Хождение по мукам». Его, как вы помните, он начал писать ещё в Париже в 1918-м, но закончил только в 1941-м. И заметно, как меняется текст и сюжет в зависимости от позиции, которую сам автор занимает по отношению к советской власти. За «Хождение по мукам» Толстой получит сталинскую премию, как и за роман «Пётр Первый», который прославляет такую мудрую, пусть и жестокую, единоличную власть. Ну, понятно, кому это на самом деле адресовано. Когда начнётся Великое Отечественное, Толстой придёт работать автором в газету «Красная звезда», работает там всю войну и совсем чуть-чуть не доживает до победы. Он скончался в феврале 1945-го от рака. И посмертно ему была присуждена ещё одна третья уже сталинская премия. Через 12 лет после смерти писателю поставили этот памятник здесь. А здесь, потому что на Малой Никитской, в 100 метрах буквально отсюда, Толстой жил, там его большая квартира. И она находится прямо в двух шагах от дома, где жил другой прославивший советскую власть, советский писатель Максим Горький. А ту историю я подробно рассказывал в прогулках по Москве, которые были у нас прошлым летом. Посмотрите. Несложно понять, как успехи Толстого в Советском Союзе воспринимают эмиграции, оставшиеся там. По этому поводу лучше всего выразился эмигрантский поэт Саша Чёрный в стихотворении, написанном в Париже. В среду он назвал их палачами, а в четверг, прельстившись их харчами, сапоги им чистил в накануне. Помните, это газета «Смена Веховская», в которой Толстой сотрудничал. Служба эта не осталась в Туне. Граф, помещик и буржуй в квадрате нынче издаётся в госиздате. Потом Толстой ещё, кстати, не раз будет приезжать за границу, его выпускают, он выездной. И в том числе он будет уговаривать Ивану Бунину, последовать его примеру и приехать тоже в Советский Союз. Но об этом мы ещё поговорим. На самом деле у многих эмигрантов, приехавших в Германию, особенно в Берлин, складывалось впечатление, что пережитое ими в России может повториться здесь, в Германии. Революция, путь и прочее. Потому что это было время великих потрясений. И было совершенно неясно, куда пойдёт новая страна после падения монархического режима. Толстой и Германии. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот ещё один дом, который находят себе русские эмигранты, на обломках ещё одной рухнувшей империи, австро-венгерской. Молодая Чехословакия, только после Первой мировой, получившая свою государственность, как, собственно, мы помним и королевство сербов, хорватов и словенцев тоже, Чехословакия примет у себя до 40 тысяч русских. И если в Берлине русские задерживаются, потому что там дёшево, то в Праге они остаются, потому что здесь им, в буквальном смысле, доплачивают. Правительство Чехословакии создаёт особые условия. Такие условия, за которые Прагу, её столицу, вскоре будут называть русским Оксфордом с одной поправкой. В Оксфорде всё-таки за обучение нужно платить. А здесь русским платят за то, что они сюда приезжают, и здесь получают академическое образование. Им платят стипендии. Я не скажу, что эмигранты на эти средства жили припеваючи, но во всяком случае это давало им возможность выжить и получить образование, какую-то профессию, трудоустроиться. Никто не ожидал, что большевики обоснуются так надолго. Собственно, поэтому чехословацкое правительство вело очень целенаправленную политику отбора иммигрантов. То есть старалось сосредоточить у себя определённые категории. Прежде всего, как они говорили, прогрессивных русских, то есть таких левых демократических взглядов. Надеюсь, что в конце концов эта акция будет как-то ими оценена. То есть необязательно эти люди потом вернутся в Россию… И придут к власти. Да, придут к власти. Но во всяком случае у них какие-то будут контакты с теми, кто придёт к власти. Это как-то будет содействовать развитию отношений, в том числе экономическим, Чехословакии и будущей России. Некоторым образом была инвестиция в собственное будущее. Да. И в собственное, и в развитие отношений. Итак, в начале 20-х в Праге запускают «Русскую акцию». «Русская акция» – это программа государственной помощи русским иммигрантам. Деньги выделяют напрямую из бюджета. И какие деньги? В 1924-м на пике прямых и косвенных расходов на русских беженцев 83 миллиона чехословацких крон. Что было понятно на сегодняшние деньги – это примерно 38 миллионов долларов. Так много на помощь русским иммигрантам не тратит ни одно государство Европы. Логичный вопрос. А за чей счёт банкет? По этому поводу есть прекрасная большая теория, которая многие десятилетия распространялась по разным изданиям, а сейчас плотно загнездилась в Интернете. Суть этой теории в том, что русскую иммиграцию оплачивают русскими же деньгами, а конкретно золотом Колчака. Слышали такое словосочетание? Если не слышали – слушайте, сейчас расскажу. Чтобы понять, кто в этом разговоре кто, нужно отмотать на несколько лет назад, во времена гражданской войны в России. В 1919 году чешские легионеры создают Легио-банк. Кто такие чешские легионеры? Это люди, не имеющие отношения к спорту. Это люди, которые попали во время Первой мировой войны в плен. По большей части они служили в австро-венгерской армии, частью которой была тогдашняя Чехословакия и Чехия, Словакия. Потом они там попали в плен, потом революция, и в результате долгих мытарств они в Сибири примыкают к белому и воюют вместе с ними против красных – знаменитый чехословацкий корпус. Потом белая армия, в составе которой этот корпус воюет, это силы Колчака будут в конечном итоге, захватывает часть золотого запаса Российской империи, который хранился в Казани. Часть, потому что другую часть большевики уже успели потратить. Белые вывозят оставшееся золото из Казани в Омск. Вывозят уже отступая, надо сказать, под натиском Красной армии. В Саратове как раз отец должен был быть в конвое, когда грузили это царское золото в этих ящиках и перевозили его на Сибирь. А он помнит, как выглядело это золото? Рассказывал? Рассказывал. Он не знал, что такое, что за ящики, почему они так... Ему сказали, ну попробуйте поднять. Ну это золото, это золотой клад. Перевозим его подальше от большевиков в Сибирь. О каких деньгах идёт речь? О совершенно фантастических. Переводя на сегодняшние деньги, это несколько миллиардов долларов наличными. Когда в 1919 году белые отходят и из Омска, золотой запас грузят на эшелон. И вместе с этим эшелоном верховный главнокомандующий Александр Колчак и его штаб движутся всё дальше и дальше на восток под охраной как раз Чехословацкого корпуса. Союзники даже настаивают на том, чтобы вывезти деньги во Владивосток. Колчак отказывается, говорит, он лучше отдаст деньги большевикам, чем допустят, чтобы они ушли из России. В итоге, чтобы не углубляться в историю гражданской войны, может быть, мы когда-нибудь снимем об этом отдельный выпуск, Колчака по пути предают, передают его красным, его арестовывают и расстреливают. А золотой эшелон некоторое время остаётся под охраной отчасти чешских легионеров, отчасти уже красных. В итоге с чехами заключают соглашение, что мы вас выпускаем из России, даём вам на проезд возможность покинуть территорию страны, уголь для паровозов. Ну, а вы нам золотишко. Так всё и происходит, поэтому на самом деле большая часть золота осталась в России, осталась у большевиков. 409 миллионов золотых рублей – это вернулось в Казань, потом в Москву, потом на разные нужды. Нужды были из расходов, нужны советской властью. А вот остаток, разница гигантская, часть была продана, а часть была отправлена в заграничные банки в качестве депозитов, гарантий под кредиты и займы. Потом эти деньги в том числе жертвуют в помощи русским беженцам. Часть, конечно, там разворовали, как обычно всегда и бывает. И вот как раз легенда гласит, что часть этих денег лежит в Легио-банке. Много было, на самом деле, довольно серьезных исследований этого золотого эшелона, золота Колчака. И в целом есть уже сейчас консенсус в рядах серьезных историков, что это байка. В основу Легио-банка действительно легли деньги легионеров, но это были их личные средства, которые в том числе Чешский легион получал от союзников по Антантии, в том числе за продажу амуниции и оружия после войны. Однако кое-что от колчаковского похода и колчаковской эпопеи в Легио-банке точно осталось и даже видно прямо сейчас. Видите вот тот фриз? Это, собственно, чешские легионеры и их мытарство в Ледяной Сибири. И что здесь очень важно сказать? Действительно, вот эти огромные деньги, которые Чехословакия выделяет на помощь русской эмиграции, они имеют совершенно российское происхождение, российские корни, но они не связаны с чешским легионом, они связаны с совершенно конкретной личностью. И эту конкретную личность зовут Надежда Абрикосова. Она – жена чешского премьера Карла Крамарша. Про них мало говорят здесь, но я считаю, что как всюду, во всех семьях и во всём главную роль играют женщины. Они нас или поднимают наверх, или тянут вниз. Так что тут организатором, главным организатором или инициатором этой русской эмиграции вспомогательной акции была жена премьера Карла Крамарша, русская. Она, в общем, привела Карла Крамарша к этой вот мысли. Официально это, конечно, ей не говорят, но из контекста это так и следует. Чехословакия только-только стала независимым государством. Из провинциального города Австро-Венгрии она превратилась в такой большой город. Была проблема с жилой площадью в Праге, потому что город не был рассчитан на такое количество новых людей, тем более на русских беженцев. Поэтому первое время либо вообще как селились, которое Чехословакское правительство выделяло для русских беженцев, либо искали какие-то квартиры с большим трудом. Как правило, либо на окраинах города какие-то крошечные комнатки снимали, либо многие селились в деревнях в окрестностях Праги. Их тут поселили в этих свободарни и в других местах, где было не очень, конечно, комфортно, но зато они могли учиться наконец. И когда человек попадает в школу при нормальных условиях, он не ценит этой возможности. А вот то, что за это пришлось заплатить такую цену, они учились просто... Они брали от чешских студентов, например, анатомический атлас, который был очень дорогой. И всю ночь перерисовывали одну страничку за другой. После лекции они ходили после обеда ещё работать на стройке, чтобы не быть только ждивенцами, не быть только на этих деньгах, которые получают от чешского рода. Да, и отец мне говорил, когда они были уставшими, что вполне хватит спать три часа в день, а всё остальное время нужно использовать этот шанс. Так что на дворе было ведро с холодной водой, что кофе было не по карману. Так что когда уже глаза закрывались, голову в ведро с ледяной водой, просыпались и дальше. Он учился на врача? Да. Карлов университет, медицинский факультет. Древний Карлов университет, основанный ещё в XIV веке, это, конечно, намного более позднее здание, в 1920-х становится, благодаря русской акции, местом притяжения русских студентов и профессоров со всей Европы. Одним из филиалов Карловского университета становится русский юридический факультет. Его открытие в 1922 году с восторгом встречает вся русская эмиграция в Европе, вся русскоязычная печать. Мол, вот смотрите, русские студенты едут учиться, станут лучшими специалистами, будут трудиться в прекрасной России будущего, где не будет большевиков. Этот факультет здесь, в Праге, выпускает за всё время около четырёх сотен специалистов. Интересно, что среди прочего они здесь активно и глубоко, знаете, что изучают? Право Российской империи, её законы, которые действовали до 1917 года и всякие прочие уложения уже несуществующей страны. Это к вопросу о том, какими надеждами живёт русская эмиграция и русские в изгнании, о том, чего они ждут, куда они собираются вернуться и по каким законам в этой новой России жить. Излишне говорить о том, что выпускникам этого факультета в итоге было довольно сложно найти себе работу по специальности. Получил диплом, но там была оговорка, потому что союз врачей боялся конкуренции. И они написали, там должны были подписать реверс, что не будут делать врачебную практику за деньги на территории Чехословакской республики. То есть фактически запрет на работу? Запрет на оплачиваемую работу, чтобы не конкурировать. Потому что все эти чешские студенты видели, как эти русские учатся очень серьёзно. Они были на голову выше чешских своих сокурсников. Ну и потом к нему приехала делегация из соседней деревни. Говорит, у нас как раз доктор уходит на пенсию, не хотите взять у нас участок? А отец говорит, я не имею права, у меня нет гражданства, я не имею права отработать так вот за деньги. Это мы всё устроим, потому что у нас свои люди в парламенте, из партии аграриев, и мы вам сделаем и гражданство, всё вам дадим, без процентов кредит, лишь бы только вы пришли к нам, мы очень хотим вас тут иметь. И он уже тогда получил гражданство? Да, и тогда он получил. Вообще все русские эмигранты, не только в Чехословакии, юридически оказываются в очень затруднительной ситуации. Почему? Потому что страна, подданными которой они являлись, больше не существует. Более того, в 21-м году большевики издают указ, что все, кто не возьмёт советский паспорт до 1 июня 22-го года, лишаются гражданства советского. И таким образом русские эмигранты за границей оказываются лицами без гражданства. «Апатридами» есть такая специальная формулировка. И это очень сложно, потому что всем нужны визы, всем нужны виды нажительства, нужна крыша над головой, для которой нужны документы. Доктора, школы, университеты. Сейчас это тоже никак не изменилось. На международном уровне эту проблему берутся решать довольно серьёзно. И в 21-м году при Лиге наций назначается комиссар по делам беженцев. Знаменитый полярный исследователь, норвежец Фридьёв Нансен. Два слова про этого удивительного человека. Он прославился во времена своей экспедиции к Северному полюсу ещё в 1893 году. Полюс на тот момент считается недостижимой точкой, а Нансен её собирается достичь совершенно невероятным способом, который многие считают безумным. Он вмерзает на своём судне в дрейфующей льды и вместе с ними движется в направлении полюса. Его шхуна Фрам полтора года дрейфует со скоростью примерно полторы мили в сутки. Поскольку дрейфует она не совсем в том направлении, в какой-то момент Нансенс ходит и идёт на Северный полюс на санях и лыжах. Понятно, что он мог тысячу раз по дороге расстаться с жизнью, но всё сложилось благополучно. Кроме того, что до полюса он всё-таки не дошёл, 400 километров примерно не дошёл, как потом было выяснено, и развернулся. И это было в 1896 году, и ещё после этого 12 лет Северный полюс будет недоступным. До него доберётся другой исследователь. Так вот, после того, как с полюсом не удалось, Нансен подался в политику, в 21-м году становится он комиссаром по делам беженцев при Лиге наций. И там он выдвигает важнейший для русской эмиграции проект создания временных удостоверений личности, которые вскоре получат его имя и будут называться «Нансеновские паспорта». Вот так они примерно выглядели. Это, можно сказать, позднейшая реконструкция. Это мы сами распечатали. Сейчас они много где хранятся, в разных музеях. И в 1926 году вот такие документы соглашаются признать более 30 государств. Для большинства русских беженцев «Нансеновский паспорт» становится основным документом, основным удостоверением личности. Что интересно, русские здесь, в Праге, при этом от «Нансеновского паспорта» часто отмахиваются. Почему? Потому что в Чехословакии созданы такие прекрасные, относительно, конечно, обстоятельств и условия, что русским иммигрантам здесь из всяких «Нансеновских паспортов» выдают нормальные удостоверения. Они называются «Прукозы». Вот так это выглядит. Это «Прукоз» на имя русского иммигранта Сергея Стоянова. По сути, это ровно современный вид на жительство. С печатями, пописями, фотографией, как видите. И он даже и назывался «Прукоз на жительство». «Прукоз», кстати сказать, он давал преимущество для тех иммигрантов, которые, скажем, уезжали за границу, выезжали за границу, скажем так. Им давали так называемый «цестовний пас», ну, заграничный паспорт. И где-то там в какой-то стране, если что-то происходило, он, имея этот «Прукоз», мог обратиться к консулу чехословацкому в этой стране. То есть какую-то защиту всё-таки имел. Сто лет назад все русские в Праге знают этот адрес – Панска, 12. Здесь и тогда, и сейчас, как видите, отель «Палас». По тем временам очень дорогой отель. Но приходят сюда русские беженцы, конечно, не за тем, чтобы заселиться в люксовые апартаменты, а приходят они, потому что именно здесь выдавались справки, подтверждались проказы, заполнялись анкеты на регистрацию и всё прочее. Именно здесь распределялась значительная часть денег, выдаваемых чехословацким правительством на помощь русским иммигрантам. В общем, здесь было что-то среднее между МФЦ и консульством. Здесь располагался пражский «Земгор» – Комитет Всероссийского, Земского и Городского Союзов. Это был Земско-Городской комитет помощи российским гражданам за границей. Основан он был в 1921 году, в феврале месяце, если мне память не изменяет. Председателем стал Георгий Львов, который находился в эмиграции. И до своей смерти в 1925 году он был председателем этого самого «Земгора». Он занимал помещение на первом и полуподвальных этажах. Интересно, что поскольку деньги в основном распределялись чехословацкими властями через эсеров и Земгор в целом находился под контролем эсеров, то он очень раздражал их идеологических противников. Анархистов, кадетов. Понятно, через кого идёт финансирование всегда раздражает тех, через кого финансирование не идёт или идёт в меньшей степени. И вокруг Земгора по этой причине в эмигрантской среде постоянно всякие небольшие скандалы и крупные конфликты. Обвиняют в том, что Земгор замешан в финансовых спекуляциях, что он растрачивает деньги впустую, выделяет средства не всем, а только тем, кто близок идеологически или просто договорился. Ну, в общем, всё очень близко и понятно. Русские в этом смысле привезли сюда Россию с собой. Русские эмигранты очень часто и сильно общались с собой, между собой. Но тут, конечно, были, как всегда, это русская традиция, несколько групп, которые очень спорили. Но это как всегда. Это по сей день тут так называемые хорошие русские, которые ругают других хороших русских. Ничего нового. Важное отличие белой эмиграции, первой волны эмиграции, от всех последующих волн, включая нынешнюю. Та максимально приблизилась к созданию именно государства в изгнании. То есть к созданию всех институтов государственности. Потому что в этой эмиграции есть политические партии, есть монархисты, есть эсеры, есть кадеты, которые между собой ведут политическую борьбу. Есть в ней многочисленные чёткие структуры, есть комитеты, земства, сообщества. Ни одна из последующих волн русской эмиграции не приблизится к этому даже близко. И понятно почему. Потому что те белые эмигранты уезжали из России начала века, из царской России. И у них есть опыт публичной политики в том числе. Но у тех, кто позже будет эмигрировать уже из СССР, конечно, ничего подобного быть не могло. В Берлине оказываются представители старого государства, старой дипломатической элиты до 1917 года. Например, в Берлине какое-то время жил Александр Керенский, председатель временного правительства. Весь политический спектр прежней России был представлен здесь. Это российское посольство в Берлине. Сейчас здесь всё загорожено, вон украинские флаги стоят. Советское посольство находилось здесь же, в этом же здании, но это уже послевоенная постройка, потому что на Унтердерлинден всё было разбито и разрушено во время войны. Старое российское посольство тоже находилось здесь. Как вы знаете, после Октябрьской революции далеко не сразу европейские страны признали власть большевиков и позже Советский Союз. Большинство с этим тянули, многие тянули десятилетиями. Но Германия, как мы помним, в особых обстоятельствах, потому что после подписания унизительного для Германии Версальского мирного договора, который завершил Первую мировую войну, Германия вынуждена была отдать часть своих территорий, существенно сократить армию, платить репарации, стал международным изгоем. И таким же изгоем после революции была Советская Россия. И Веймарская республика в итоге признаёт тогда ещё РСФСР, ещё не было СССР. Одно из первых – в 1922 году. Для большинства эмигрантов советское посольство – это точка ненависти, точка раздражения в Берлине, где они живут. И они это называют место, так же, как и всю Советскую Россию, пренебрежительно Савдепией. Ведущим и основным языком коммунистического интернационала был немецкий язык. Поэтому русские эмигранты, поселившиеся в Берлине, находились в среде сильно прокоммунистической и просоветской. При этом были не только нападки и угрозы со стороны большевиков в отношении эмигрантов, но и критика и нападки в отношении либеральных эмигрантов, скажем, конституционных демократов, кадетов, меньшевиков со стороны правых экстремистов. Например, покушение, жертвой которого стал отец Владимира Набокова, тоже Владимир Набоков. Мы сейчас в берлинском районе Халензея. Это один из берлинских адресов Владимира Набокова. Всего их около десяти. И надо сказать, что Набоков оказался в Берлине вообще не по своей воле, как и многие эмигранты. Но у него особенная история. Потому что он в Берлине изначально бывает наездами, потому что после того, как семья эмигрировала из России, они сначала поехали в Лондон, и Набоков там учится в Кембриджском университете. В это время его отец Владимир Дмитриевич, известный политик, трибун, вообще такой яркий человек своего времени, создатель партии кадетов перед революцией, максимально уважаемый человек. Он как раз в Берлине разворачивает бурную деятельность. Одно из направлений этой деятельности – это газета «Руль», про которую я уже рассказывал. «Они здесь снимали не всю квартиру даже, уж не говоря о том, что это не был их дом. Какую-то две или одну комнату они сразу же стали практически пересдавать. Исключительно из экономических причин с соседями им повезло. Поэтому нельзя сказать, что это было какое-то шикарное, люксовое жилье. Нет, это была просто обычная, хорошая, нормальная квартира для пяти человек – супруги Набокова и их трое младших детей». Что важно, у Набокова-старшего остались какие-то деньги. Он и до революции был богатым человеком, и жена его была из очень богатой семьи. И, видимо, что-то они привезли с собой из России. В общем, семья не бедствует. Но всё это меняется в один миг при самых трагических обстоятельствах. В марте 1922-го Набоков-старший приходит на выступление бывшего министра иностранных дел Временного правительства Павла Милюкова здесь, в Берлине. И на этом выступлении Владимир Набоков убит двумя монархистами. Причём по совершенно нелепой и трагической случайности, потому что целью этих монархистов-террористов был как раз Милюков, а вовсе не Набоков. Милюков сделал паузу, когда он направился за кулисы, вскочил один из преступников, выстрелил в него, не попал. Набоков и ещё несколько человек, два-три, бросились к нему, чтобы его обезвредить. Завязалась куча мала. Драка в этот момент… Это всё произошло, естественно, за одну-две секунды. В этот момент второй преступник выскочил на сцену и сделал абсолютно нерациональный, импульсивный шаг, импульсивное действие. Он выстрелил в толпу, как будто пытаясь освободить своего товарища. Пуля… То есть несколько раз выстрелил, два или три. Пуля пару человек ранила несерьёзно. К сожалению, Владимира Дмитриевича Набокова убила в лёд сразу на месте. Может быть, он умер через две минуты или через одну. Это уже не столь важно. Важно, чтобы прямо там, прямо сразу его не стало. Милюков при покушении не пострадал. И вот здесь и кроется трагическая ирония. Потому что ему русские эмигранты много что предъявляли. Из-за ошибки 1917 года, в первую очередь, из-за слова, из-за дела. Потому что поиски виноватых внутри эмигрантского сообщества, поиски виноватых в том, что случилось, они всегда были во всех волнах эмиграции актуальны. Но уникальность Набокова-старшего состояла как раз в том, что он пользовался большим уважением во всех, примерно во всех кругах белой эмиграции. И после его смерти сразу несколько видных деятелей этой эмиграции пишут некрологи, в том числе Иван Бунин и Александр Куприн пишут некрологи. И в Бунинском есть такие слова. «Великая потеря. Еще одна. Боже, да когда же конец несчастьям России? Это что-то такое, что начинает внушать почти суеверный страх. Год за годом, день за днем, совершенно непрерывная цепь несчастья, потерь». Владимир Набоков-старший похоронен здесь, в Берлине, на кладбище Тегель. Но, как это часто бывает в жизни, именно эта трагедия оказывает в итоге огромное влияние на историю русской литературы. Потому что Набоков-младший вынужден бросить учебу в Англии и срочно приехать в Берлин, потому что теперь на нем лежит забота о большой семье. Берлин писателю Набокову не нравится. Он его вообще раздражает. Но, как мы вскоре увидим, во многом именно благодаря этому раздражению, именно этому неприятию Берлина и появятся первые прозаические шедевры, которые принесут Набокову славу великого писателя. Включая Машеньку, включая Король дамы Валет, Камеру обскура и в конечном итоге Роман Дар. Он преподавал языки, он преподавал спорт. Шахматы, да. Шахматы, но в том числе бокс и теннис. Он тоже это любил. Но, конечно, куда больше, чем преподавание, которым Набоков, понятное дело, занимается вынужденно, его привлекает, помимо, конечно, литературы, новое зарождающееся искусство – кино. Он устраивается работать в какой-то момент даже статистом на берлинскую киностудию Уфа. И есть даже фильм, который называется «Шахматная горячка», мы же помним, что Набоков шахматист, где есть его крупный план. Но, правда, до сих пор нету точного согласия, он ли это на самом деле, но похож. Оцените сами. А что здесь была в Берлине за история с расторгнутой помолвкой Набокова со Светланой Зиверт? Светлана Зиверт – это двоюродная сестра одного из его друзей. Ему было 22, ей было 16. И она была полностью очарована им, потому что он не был очень известным, но, тем не менее, он был немного известным поэтом начинающим. Блестящий молодой человек, красавец, сравнительно высокого роста, стройный, прекрасный, образованный, дальше некуда. Конечно, она в него полностью влюбилась. Все прекрасно, что же пошло не так? Пошло не так, презренные деньги пошли не так, которых не было у Набокова. А Зиверт происходил из богатой семьи, и, конечно, ее родители хотели ее устроить, устроить ее жизнь. И поэтому сохранилось высказывание, которое приписывается и родителям Зиверт. Нечего отдавать Светлану или нашу дочь за этого галаштанника. Набоков прожил здесь, в Аллензее и вообще в Берлине 15 лет. Здесь к нему приходит литературная слава, здесь он знакомится с будущей женой Верой Слонем, с которой пройдет всю жизнь здесь, родится их единственный сын Дмитрий. И, тем не менее, Берлина Набоков никогда не полюбит. Говоря языком телеги, он его все время хейтит. И позже напишет, что пока тут жил, не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги, не чувствовал никогда ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. В общем, никакого спасибо тебе, Берлин, что приютил или что-то подобного, что принято писать у вежливых эмигрантов сейчас. Он мог изъясниться на уровне, как он сам говорил, моего немецкого хватает на то, чтобы сказать в магазине «их мёхте этвас шинкен», «я хочу немного ветчины», вот, и всё. А здесь, в Чехословакии, на каком языке говорили в вашей семье? Только по-русски, конечно. У нас даже в столовой была надпись на дверях, в этом доме говорят только по-русски. Когда чешские гости пытались там чего-то на русском, говорят, нет, это вас не касается, вы же не будете в Россию переезжать, а вот мы ждём. А про себя ваш отец всегда говорил, что он вернётся? Да, конечно. Всё время верил. Просто это была утерянная родина, они уже понимали, но не хотели даже сами себе это признать, что уже никогда не смогут вернуться. Идеализировали всю эту Россию, конечно. В этих людях это просто как-то сильно заело. Их это болело до конца жизни. По поводу ностальгии, по поводу тоски по родине, о которой мы постоянно в этом выпуске слышим, хочу объяснить одну важную вещь, на мой взгляд. В 1927 году здесь, в Берлине, Владимир Набоков пишет стихотворение «Расстрел». «Бывают ночи, только лягу, В Россию поплывёт кровать, И вот ведут меня к оврагу, Ведут к оврагу убивать». Дальше он описывает, как просыпаясь, понимает, что он не в России. «Оцепенелого сознания коснётся тиканье часов, Благополучного изгнания Я снова чувствую покров». «Но сердце как бы ты хотела, чтобы это вправду было так, Россия, звёзды, ночь расстрела, И весь в черёмухе овраг». Возможно, недавно вы эту песню слышали, эти стихи слышали в исполнении «Монеточки» в свежем альбоме. И как раз здесь я хочу сказать одну очень важную вещь про отличие первой волны русской эмиграции от всех последующих волн. Ностальгию, тоску по родине чувствуют все эмигранты. Про это очень много написано, про это и сейчас много говорят, и пишут. Вы это и без меня всё прекрасно знаете. Но для людей из первой волны родина, которую они покинули, это не то место, куда тебя не впустят. Физически не дадут въехать. Не то место, куда ты не едешь, потому что тебя там могут арестовать, посадить в тюрьму или потому что ты просто не согласен с властями. Это для них становится прямым синонимом смерти. Все эти люди уверены, что возвращение на родину, в принципе возможное физически, означает для них немедленное физическое уничтожение. И именно об этом пишет Набоков в своём стихотворении. И вот эта метафизика, пронизывая всю первую русскую эмиграцию впервые так массово, она очень важна для понимания этих людей. И действительно, кто-то из них вернётся в Советский Союз и подтвердит своей судьбой это предположение, это ощущение. Другие выживут и даже сделают успешную советскую карьеру. Но это будет уже совсем другая жизнь в известном смысле, в метафизическом смысле жизнь после смерти, жизнь с нуля, жизнь в совсем другой России. Когда была революция, дед и баба работали в белой, то есть воевали в белой армии, и баба переходила на советскую сторону и подслушивала, что на фронте будет. И потом возвращалась и сообщала скаут. То есть разведка из них ничего себе. Да. Сообщала белой армии, где будут нападать, что, чего, как. И в один прекрасный день, ночью, она с дедом жила тогда, где-то, где не знаю, и дед установил, что она ночью с просоней говорит. И после этого он запретил ей снова это делать дальше. Он говорит, а то не вернёшься. Ты там ночью проболтаешься, и тогда тебя убьют. Он был офицером белой армии? Да. А как он выезжает из России, когда проиграла белая армия? Его мать была немка. И потому немцы разрешили, так как он типа полунемец... Они дали им гражданство? Нет. Спорва разрешение там жить. Дед работал как таксистом в Берлине. И в это же время учился. Баба тоже училась. На диплом кауфман. Это значит уже продавец с высшим дипломом. Вот так в итоге. Они жили в Берлине, да? В Берлине жили. Они бедно жили или состоятельно? Спорва очень бедно. А потом потихонечку-потихонечку всё лучше и лучше и лучше. Главным с точки зрения проживания Берлинским округом для русской эмиграции становится Шарлоттенбург. Это район и сейчас витрина Западного Берлина. И тогда таким был. Западного Берлина как такового ещё нет. Западной части Берлина. Если вы следили за тем, как русские за границей живут в нулевых или десятых годах этого века, то вы, конечно, знаете, что Лондон, ещё одной важной точке на нашей внешней российской карте, было присвоено такое уничижительно-снисходительное название Лондонград. Так вот, это не современные русские придумали, потому что ещё Шарлоттенбург назвали Шарлоттенградом. Что интересно, жить здесь могли только люди состоятельные, потому что это район дорогой. Почему же русские здесь селятся? Это такая вот тоже интересная черта русской эмиграции. Люди старались жить там, где побогаче, потому что людям было важно всё-таки себя представить с лучшей стороны в этом смысле тоже. Ну и плюс там всегда есть такое, что кто-то поселился, подтянул друзей, посоветовал здесь снимать и так далее. Но в отличие от Лондонграда, в Шарлоттенграде люди не столько тратят нажитое или украденное в России, сколько стараются хоть что-нибудь заработать, потому что денег очень мало. И поэтому в Шарлоттенбурге возникает полно русских кафе, ресторанов, книжных магазинов и банков. Это скорее похоже не на современный Лондон, а на нынешний Стамбул, где сейчас тоже вот этого всего стало навалом. Прагерплац, Пражская площадь – это одно из тех мест, о котором можно говорить, что это было частью русского Берлина 100-летней давности. Но важно то, что попытка отследить те самые так называемые русские места и вообще русский Берлин, собственно говоря, 100-летней давности, это по сути поиск привидений, это охота за привидениями, за призраками. Даже не за привидениями, а за призраками, потому что по совершенно понятным причинам, из-за Второй мировой войны, из-за последствий, осталось очень мало всего. Прагерплац – это одна из главных площадей, конечно, если мы говорим о русском Берлине, 1920-х, потому что, во-первых, это в центре района под названием Вильмерсдорф, в котором поселились очень многие эмигранты из России. Именно здесь находилось знаменитое кафе «Прагердилия». Был же глагол «Прагердильствовать». Да, «Прагердильствовать», да. Его Андрей Белый придумал, но на самом деле это, я бы не сказал, что это что-то уникальное, потому что это значит, что рассуждать о жизни в голубом дыму, в голубой дымке, попивая коньяк там. Вот люди сидят в «Прагердиле» с коньячком. Какое у них настроение? Вы знаете, крайне плохое. Предлагаю учесть три обстоятельства. Обстоятельство первое. Очень многие, почти все, 99, наверное, процентов, уехали, не желая того. Это во-первых. Во-вторых, у них, ну, тогда были проблемы там с интернетом, с ватсапом. Да. Ну, не было, значит, всего этого. Связь была плохая. Да, связь была очень плохая, поэтому, конечно, та привилегия, когда ты можешь… То есть единственное, чего ты не можешь, это обнять там, например, своих родных, пожать руки своим друзьям. Для того времени это была, конечно, настоящая проблема, потому что люди уехали и, ну, окей, раз в полгода, раз в месяц, хорошо, в лучшем случае, можно получить письмо, и то не факт. И третий фактор, ну, он менее значим, чем первые два, это то, что Берлин был тогда неинтересным городом. Неинтересным. Неинтересным. Он был скучным, он был, ну, скажем так, совершенно обычным городом. В нем не было ничего такого привлекательного. Погода здесь не лучшая, она лучше, чем в Москве, с моей точки зрения. Я как бывший москвич говорю. Но, тем не менее, нельзя сказать, что ты здесь наслаждаешься климатом. Это дом, который мы знаем как профессорский дом сегодня. Это был первый из четырех кооперативных домов, которые русские беженцы, ну, в какой-то мере сами, но на деньги чехословацкого правительства в значительной мере построили для того, чтобы как раз решить жилищную проблему, хотя бы для такого самого взрослого, самого пожилого поколения. Собственно, профессорский он называется, потому что здесь большинство квартир занимали профессора разных учебных заведений, которые оказались в Праге в эмиграции. Давайте поясним. Кооперативное строительство – это в советские времена тоже было очень популярно. Это когда люди вкладываются деньгами. Да, здесь был взят кредит два с половиной миллиона в Чешском банке, причём взят он был под гарантией чехословацкого правительства. Сами жители будущей очереди дома внесли, по-моему, всего 100 тысяч крон. Они только деньги вносили или они участвовали в строительстве физически? Физически участвовал в строительстве профессор Владимир Александрович Брандт, архитектор, который проектировал этот дом и который потом в этом доме жил. И этот дом – один из центров русской эмиграции становится в какой-то момент. Ну, безусловно, когда они сюда все переехали, здесь какая-то общественная жизнь происходила. И здесь же появилась домовая церковь, правильно? Она появилась ещё только в 45-м году, когда был закрыт храм на Старомевской площади. Богослужение там будет вести Михаил Васнецов, сын знаменитого Виктора Васнецова, автора картин «Богатыри» и «Алёнушка». Михаил чудом избежит ГУЛАГа и останется единственным православным священником в Праге. Но так повезёт далеко не всем. О том, что стало с русскими эмигрантами после прихода социализма в Чехословакию, мы ещё поговорим. Мы в русско-православной церкви, мама вела хор, а я в молодости, после того, как у меня уже голос изменился, бас и дед тоже. Вы с дедом пели бас? В церкви там стояли и «Господи помилуй» и так далее. Всё, что надо. Ноты все остались, все тексты остались. Вы же пишете музыку? Да. Как вам кажется, какое-то русское влияние есть в этой музыке? Очень сильное. Очень сильное. Расскажите. Моя тётка была оперная певица. Дед на семиструнке, который у меня наверху стоит, кстати, играл частушки. Это просто что-то. Русский эмигрант столетней давности, 1923 года. Он как выглядел? Ну, мне кажется, говоря об этом, в первую очередь, главное не впасть в грех обобщения. Потому что, конечно, если мы говорим о русской эмиграции, мы вспоминаем сразу какие-то знаменитые имена. Андрей Белый, Владимир Набоков, Максим Горький, Бунин, Марина Цветаева. Но кто сказал, во-первых, что они были обеспеченными людьми? Ровно наоборот. Нет, они не были. И во-вторых, так как в результате в Германии в целом оказалось около 300 тысяч, ну, по приблизительным оценкам, бывших граждан России, Российской империи, то, конечно же, были абсолютно все представители всех слоёв, сословий и так далее. И, конечно, были те, у кого ситуация жизненная обстояла чуть лучше, и они выглядели чуть лучше, были те, у кого всё было непросто. Мы по-прежнему в Шарлатенбурге, на Грольменштрассе. Сейчас объясню, почему мы здесь. Как вы уже поняли, тем, кто работал со словом, в эмиграции было тяжело. Ну, как всегда в эмиграции тяжело людям, чья профессия связана с другим языком, в данном случае с русским. И тогда так было и сейчас. Предпринимателям проще. И вот отличный пример. Донской казак Николай Парамонов. Сын известного торгового казака, так называли тех, кто занимался торговлей и производством, по имени Елпидифор Парамонов. В Российской империи семья Парамоновых владела огромным количеством зерновых хранилищ, мельниц, шахт, пароходов. То есть они были миллиардеры. Миллионщики, как тогда говорили. Но Николаеву в юности была куда интереснее политика. И он участвовал в студенческих забастовках. Потом вступил в партию кадетов. Елпидифор пытался сына хоть как-то отвадить от этой заразы. Подарил ему для этого несколько шахт. Не помогло. После смерти Елпидифора в 1909-м Николай пытается продолжать дело отца, но и политику не хочет бросать. Во время Гражданской войны он становится начальником отдела пропаганды у Деникина. И для него, даже для этого отдела, учреждает штаб в собственном доме в Ростове-на-Дону. Ещё рассказывают, что как всё-таки не чуждый предпринимательство человек, он делал такие сметы на пропаганду для Деникина, что от его услуг довольно быстро отказались. Так вот, после революции Николай Парамонов на собственном пароходе, уплывает в Константинополь, затем оказывается здесь, в Берлине. И здесь ему приходится начинать с нуля, потому что все средства остались в России, но что-то вывести Парамонов смог. Он водит носом, присматривается и вкладывает всё, что вывез, в берлинские пустыри. В промзону, как сейчас бы сказали. Там в промзоне всякие гаражи какие-то, там постройки хозяйственные, конюшни старые. Он это скупает за бесценок, землю. Зачем? А он понял, что на наших глазах, на его глазах появляется новый рынок – автомобильный. Он подумал, раз появляются автомобили, их всё больше и больше, значит, нужны будут автосервисы, тюнинг-отелье, всё вот это – сервисные центры. Он видит, что эта ниша свободна. И он хватает её, как успешный предприниматель. И бинго! Такой Стив Джобс своего времени. Бизнес как на дрожжах растёт, он начинает зарабатывать большие деньги, открывает доходные дома, потом начнёт ещё издательским делом заниматься. А здесь, в Шарлоттенбурге, он здесь открывает один из первых в Берлине автоломбардов. Это когда срочно нужны деньги и можно машину заложить. И сейчас такое есть и очень популярно. И в России в том числе. Итак, семья Парамоновых опять становится одной из самых богатых на этот раз в среде белой русской эмиграции в Берлине. Среди берлинских русских мало тех, кто это место не упоминает в своих воспоминаниях или письмах, или книгах. Среди берлинских русских мало тех, кто это место не упоминает «Берлинский зоопарк» ЦОО. Не то, что тут все русские эмигранты так интересовались жизнью животных, просто здесь это большой парк, фактически в центре города, тут полно кафе и русские эмигранты сюда часто приходили проводить время, называли это место они «зоосадом». Тут нужно рассказать про писателя Виктора Шкловского, который название этого места вынес в заголовок своего очень известного романа «ЦОО» или «Письма не о любви». Шкловский – писатель, и он как раз из тех эмигрантов, которых никак нельзя назвать белыми, потому что он эсер, то есть революционер, он принимал активное участие в февральской революции в 1917 году. В 20-х годах он даже воюет в рядах Красной армии против Врангеля. Но в 22-м, когда начинаются аресты эсеров, когда большевики их объявили врагами, Шкловский бежит из России сначала в Финляндию, затем сюда в Германию. И в Берлине он проводит чуть больше года, издаёт тут с Максимом Горьким журнал «Беседа» и пишет тот самый роман. Здесь тоже этот роман выходит в Берлине. Это роман, это письма, которые герой пишет своей возлюбленной, очень сильно которую любит, а она его совершенно не любит. Изредка ему отвечает, постоянно подчёркивая, что никаких чувств у неё к нему нет. Это, конечно, реальная история самого Шкловского. Безответную любовь его зовут Эльза Триоли. Она сестра Лили Брик, помните музу Маяковского, с которой он ещё жил втроём. Может, знаете эту историю. Так вот, Триоли к тому моменту уже побывала замужем за французским офицером. Андреа Триоли уезжала с ним во Францию, потом офицер куда-то пропал, фамилия красивая осталась. Она жила в Лондоне, потом переехала сюда, в Берлин. Удивительная деталь. Эту книгу о любви своей к Триоли Шкловский посвящает, как вы думаете, кому? Своей жене. Да, он при этом женат. На художнице Василисы Шкловской. При этом она не с ним, не здесь. Она вообще в России. Более того, её там в России во время гражданской арестовывали в качестве заложницы. Была такая практика у красных в том числе. И она попала в тюрьму. И в тюрьме она сидела почти год. Посылки, передачи продовольственные делала Лилия Юрьевна Брик. Была её спасительницей вот такой, позволившей ей выжить. Поскольку у неё своего дела не было, а Шкловский был в это время, уже интерес к нему остыл, то её отпустили вот за деньги. Из оплаты в 200 рублей она вышла на свободу, но она так и живёт в России. Помимо тоски по Эльзе, в «Цоу» или «Письма не о любви» Шкловский очень много пишет о тоске по родине. Он пишет, что эмиграция – это тупик. Пишет, что мы беженцы, мы выбеженцы, то есть выбежали из России. А сейчас, продолжает он, мы сидельцы, то есть мы как бы под арестом сидим. Никуда не едет русский Берлин, у него нет судьбы. Мы потом ещё вернёмся к тому, как Шкловский мрачно и пессимистично смотрел на Берлин и на немецкое общество той эпохи. А эта книга Шкловского заканчивается, знаете, чем? Про «Письма не о любви» просьбой к правительству РСФСР принять автора обратно. Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Горька, как пыль, корбида, берлинская тоска. Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж. Шесть рубашек, три у меня тревстирки. Жёлтые сапоги, по ошибке, вычищенные чёрной ваксой. И синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку. За Шкловского хлопочут его знакомые Горький и Маяковский. И спустя полтора года этих хлопот ему действительно советские власти разрешают вернуться. В сентябре 1923-го он одним из немногих, одним из первых русских эмигрантов той волны, возвращается в СССР. Ну и здесь, в Москве, Шкловскому тоскливо. Он пишет. Живу тускло, как в презервативе. В Москве не работаю, ночью вижу виноватые сны. Слушайте, я не знаю, как вам, а мне это очень понятно. Ну и близка вот эта, знаете, раздвоенность. Когда ты сначала хочешь одного, и к этому стремишься всей душой, как Шкловский в Россию. А потом, когда получаешь, то начинаешь жалеть о том, что потерял. Чувствуешь себя виноватым перед теми, кто там остался. Но надо сказать, что в Москве довольно насыщенная жизнь получается у Шкловского. Он становится одним из лидеров объединения «Левый фронт искусств», которое футуристы после революции основали. Он пишет сценарий к суперпопулярным тогда советским немым фильмам «Дом на Трубной» и «Третья Мещанская». Кстати, по поводу «Третья Мещанская». Надо сказать, что и по последующим советским меркам, и по нынешним пуританским меркам этот фильм совершенно непредставимый. Знаете там какой сюжет? Главному герою в Москву приезжает фронтовой друг. И жена вот этого главного героя увлекается этим другом, не скрывает своей симпатии, они устраивают совет и решают жизнь втроём. Вскоре выясняется, что эта супруга Людмила, её зовут, беременна, и непонятно, кто из них отец. Шкловский рассказывает, что он эту историю подчеркнул на страницах комсомольской правды. Там была статья, как в роддом к молодой матери приходят два возможных отца её сына, причём все они рабочие, все они комсомольцы, и у них нет ревности, потому что они новые советские люди. Как вам сюжетиться? Есть так, по гамбургскому счёту. Гамбургский счёт – это тоже выражение, которое благодаря Шкловскому стало крылатым. Он в 1924 году публикует книгу, которая называется «Гамбургский счёт». На одном из ужинов Шкловскому рассказывают про закрытое состязание борцов в Гамбурге, которое проходит без публики, и там борцы борются по-настоящему и выясняют, кто из них на самом деле лучший. Потому что во всех остальных турнирах они сражаются по договорнику, и там исход заранее известен. И так появилось, вошло в русский язык это выражение по гамбургскому счёту, то есть по самой честной оценке. Семья жила осторожно. В том смысле, что первое, что я, когда приходил новый человек, я соображала свой чужой и как себя вести. Причём никогда мне этого никто не объяснял. То есть я это видела просто потому, как мама и тётка обращаются с этим человеком и вела себя соответственно. Так жили аккуратно поджавшие лапы. В 1933 году Шкловский тоже будет среди группы писателей, которые отправляются на Беломорканал. В отличие от многих, у него есть личная мотивация туда ехать. Он хочет помочь репрессированному брату Владимиру, которого арестовали за протесты против изъятия церковных ценностей и отправили как раз на Беломорканал. Сохранился разговор Шкловского с сопровождающим чекистом. Чекист спрашивает Шкловского, как он тут себя чувствует, и по легенде Шкловский отвечает, как живая лиса в меховом магазине. Никогда у деда не было благополучия и уверенности в том, что он попадает в государственный заказ. Он всё-таки всё время шёл против шерсти, всё время своё говорил. Никогда от него ничего не ждали другого. Шкловскому при этом принадлежит самый большой объём текстов той самой коллективной книги про Беломорканал, но его брату это не помогло. Владимира расстреляют в 1937-м. Сам Шкловский переживёт войну в эвакуации в Алма-Ате. На фронте за два месяца до победы погибает его сын Никита. Наше семейство сына не спрятало. Он в самом конце войны, в 21 год, погиб. И вот у них тоже такая была у мамы и у брата болезненная невозможность врать. Как? Я в полном изумлении была. Почему нельзя собрать? Если надо собрать, так ши-ши-ши. В чём дело? Ап! Потом Шкловский благополучно вернётся в Москву в 50-х. Он, кстати, участвует в травле Бориса Пастернака активно. Потом он пишет книгу «Большую о теории кино», пишет сценарий для телепередач, таким становится маститом уважаемым. Автором доживает до 90 лет и умирает в 84-м году. Это уже, конечно, совсем не эмигрантская история, но по гамбургскому счёту она показывает важную деталь, что если эмигранты получали возможность вернуться в Советский Союз, особенно публичные люди, они, конечно, должны были советскую власть прославлять и должны были ей служить. Нельзя было просто так вернуться и остаться при своих убеждениях. Эта волна эмиграции – это чудовищная потеря для страны, чудовищная потеря талантов, дарований, рабочей силы, человеческого капитала. Когда думаешь обо всех, кто был на философском пароходе в 1921-1922 годах, кто был выдающимся в развитии русской мысли, философии – это чудовищная потеря. Вот здесь, на набережной Шмидта в Петербурге в 2000-е годы поставили этот мемориальный знак о том, что отсюда, от этой самой набережной осенью 1922 года, как здесь написано, выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки погрузились на пароход и навсегда покинули Россию. Инициатором их высылки был лично Владимир Ульянов-Ленин. Сейчас этот пароход мы все знаем под названием «Философского». Это название появилось само в 90-е годы, и появилось оно потому, что на том пароходе действительно были философы. Был Николай Лоский, Николай Бердяев, Иван Ильин. Но не только философы там были. Там действительно было… Весь пароход была высылаемая русская интеллигенция. Точнее так, пароход был не один. Пароходов, ушедших отсюда, было как минимум два. Один назывался «Обер-Бургомистр Хакен», второй назывался «Пруссия», и оба направлялись в Штеттен, тогда это город в Германии, сейчас в Польше. Это были не единственные пароходы. Еще пароходы уходили из Одессы и из Батуми, а еще были поезда, на которых интеллигенцию также высылали в Ригу и в Берлин. Что терпеть не могли? Инакомыслия не могли терпеть. Потому что они думали по-другому, говорили по-другому. Конечно, на середине не было каких-то заговорщиков, они не готовили никаких переворотов, но вот их инакомыслие раздражало власть. Мы в выпуске «Прогулок по Петербургу», если не посмотрели, то обязательно гляньте, как раз рассуждаем про то, что Владимир Ленин очень не любил русскую интеллигенцию, и он ей прямо мстил. Потому, возможно, что она не признала его своим духовным лидером. Как составляются списки тех, кого грузят на эти философские пароходы? Очень просто. К тому моменту, к 22-му году, понятно, что вся печать уже под жестким контролем, большинство независимых от большевиков изданий закрыты, но есть ещё такие, не совсем политические, но и не совсем лояльные. Например, есть такой журнал «Экономист», где описывают с точки зрения экономики то, что происходит. И Ленин обращает внимание на публикацию в этом журнале и требует от Дзержинского… Там пишут как раз на одной из страничек список редакции. «Вот составьте, – говорит Феликс Эдмундович, – весь этот списочек, – это как раз список людей на высылку. Ленина их прямо называют шпионами, растлителями рабочей молодёжи и всё такое». Ленин вообще был очень многословный человек. А другой вошт революции, Лев Троцкий, который, наоборот, был трибуном, умел выражаться чётко, ясно и коротко, объяснил так. «Мы этих людей выслали, потому что расстрелять их не было повода, а держать в России не было никакой возможности». И, как мы понимаем, задним числом им повезло в известном смысле, потому что очень уже скоро с нахождением повода для расстрела советской власти никаких проблем не будет. Было выслано всего порядка двухсот человек. Операция началась в августе. К августу месяцу были составлены списки, кого нужно арестовать. Не всех вначале арестовали. И с каждым начались вестись душесчипательные беседы, в ходе которой он давал согласие на выезд за границу, на высылку за границу. Причём большинство из них выезжали за свой счёт. Логичный вопрос – а как выслать людей в другую страну, в ту же Германию, не имея виз? И действительно большевики озаботились этим, запросили Германию. «Выдайте визы этим людям по списку, мы их отсюда высылаем». Германия в лице канцлера Вирта отказала, пояснив, что Германия не Сибирь, и ссылать сюда людей нельзя. Если эти люди хотят к нам приехать, пускай они сами визы попросят, мы им, может, дадим. И тогда писатель Михаил Оссоргин, которого тоже высылали, вспоминает, что им всем высылаемым сообщили, что это ваша личная обязанность ходить за визами и хлопотать о документах. Если не будете этого делать, отправитесь в тюрьму. Разумеется, как пишет Оссоргин, мы послушные, мы хлопочем, визы в итоге все получили и в Германию благополучно отбыли. Они приезжают в Германию, поселяются там. Но и Германия для многих станет своего рода пересылочным пунктом. В начале 20-х в Берлин приезжает ещё один русский эмигрант. Его зовут Александр Зубков. Ему чуть больше 20-ти. Здесь, в эмигрантском сообществе, его, разумеется, никто особо поначалу не знает. Но уже совсем скоро Зубков переедет вот сюда, в Бонн, и жить будет в Шамбургском дворце, который, вот он, за забором. Там сейчас одна из резиденций федерального канцлера, поэтому ближе мы подойти не можем. Как же ему, ничем не примечательному, молодому парню из эмигрантской среды это удалось? Наверное, Александр наиболее известный представитель купеческого рода Зубковых. Его ветвь рода Зубковых приняла революцию скорее больше с воодушевлением и с пониманием исторической неизбежности его. И они приняли революцию, хотя они утратили все имущество тогда и всё владение, которое у них было. И жили за счёт средств отца Александра и Анатолия, который в это время уже работал в университете, и вот за счёт этого жалования они жили. В 21-м году Александр находится в Москве и уезжает из страны в Швецию. Дело в том, что это родина его матери, и его довольно легко выпускают. Объясняют, что ему туда нужно поехать, чтобы помогать управлять семейным имением. На самом деле никому в Швеции русский эмигрант Зубков, который будет управлять семейным имением, не нужен. Там есть в этом большом роду люди, которые прекрасно с имением справляются без него. Более того, про него, про этого молодого человека известно, что он такой прожигатель жизни и раздолбай. Он славится талантом попадать в различные дурацкие и скандальные истории. То они связаны с женщинами, то они связаны с алкоголем, то они, как рассказывают, связаны даже с наркотиками. Из его описаний складывается следующий образ. Я буду называть свои впечатления, характеристики, а вы говорите «да» или «нет» на ваш взгляд. Красавец. Да. Авантюрист. Да. Жигала и Дон Жуан. Любимец женщин точно, да. Сначала он приезжает к этой шведской тётке в Швецию, в Упсулу, и пытается там якобы управлять имением. Там он потом пытается сниматься в фильмах. Плюс ещё он, поскольку внешне считался похож на Рудольфа Валентина, он замещал Рудольфа Валентина в опасных съёмках, потому что он умел ездить на лошади, он физически был хорошо развит. То есть он был каскадёром? Условно, да. Таким условно каскадёром. В частности, он его замещал. Кто такой Рудольфа Валентина? Это американский актёр итальянского происхождения, красавец и один из первых секс-символов немого кино. Несмотря на то, что его карьера длилась всего шесть лет, он в те годы был суперпопулярен, как вы догадываетесь, в первую очередь у женщин. Среди прочего, он, например, снимался в фильме «Четыре всадника апокалипсиса» Рекса Ингрэма. И там сыграл молодого беспечного гуляку, который не думает ни о чём, кроме романов и развлечений. И лёгкость его бытия прерывает начинающаяся мировая война. Этот образ был близок и самому Валентина в его реальной жизни. Потому что он славился тем, что он сердцеед, один из главных любовников Голливуда двадцатых. Постоянно заводил романы с популярными актрисами, сразу их бросал. И до кино Рудольфа перебрал кучу работ. В одно время он даже был жиголом, человеком, который встречался с пожилыми дамами за деньги. И его дублёр Александр Зубков решает и в этом походить на известного актёра. Он приехал в Берлин и работал там в дансинге так называемом. Поскольку он получил хорошее образование, и всё-таки был культурно воспитан, хорошо танцевал, плюс хорошо был физически развит и хорош сапой, он работал в дансинге как раз с пожилыми дамами, для того, чтобы их ублажать, и там алкоголь и прочее. И считается, что через это созрелая идея приблизиться к Виктории. Кто такая Виктория Прусская? Она младшая сестра последнего немецкого императора, как здесь его называют, кайзера Вильгельма Второго. В результате поражения Германии в Первой мировой войне он отрекается от престола. В результате Ноябрьской революции это происходит. Уезжает в изгнание в Голландию и живёт там, в небольшом городке Дорн. Правительство Веймарской республики ему при этом позволило вывести 23 вагона мебели и 27 контейнеров с вещами. Личные автомобили. Глобально это больше не правящая династия, но в сравнении с участью династии Романовых в России можно догадаться, что всё у Вильгельма более чем хорошо. Так вот, русский эмигрант Александр Зубков знакомится с его младшей сестрой, с принцессой Викторией, здесь, в бойне. Ему, Зубкову, на момент знакомства около 27, ей около 60. Официальная легенда такая, что он познакомился с русскими, которые нацелились на богатство Виктории, которые хотели с помощью Александра приблизиться к ней и получить какие-то брыши от этого. Насколько здесь у Александра был такой корыстный расчёт, неизвестно. Но то, что он хотел пристроить себя и иметь тёплое место, это, возможно, так и есть. Считается, что они приехали в Бонн, как раз-таки, где проживала Виктория, в своём дворце Шауберклипе. И на какой-то вечеринке их познакомили. И дальше, как он говорит, их оставили ночевать во дворце. И как воспроизводится цитата из мемуаров самого Александра, что у него был расчёт, что если она придёт к нему в спальню, то его замыслы удались, и дальше будет его дальнейшая судьба понятна. Он остался с ней, и они заключили потом брак. Нетрудно догадаться, какой разразился скандал. Все европейские королевские дома бойкотируют эту свадьбу, а Вильгельм II категорически отказывается давать согласие на брак своей сестре, но, в общем, уже не те полномочию Вильгельма, и Виктория его просто не слушает. 19 сентября 1927 года пара венчается по православному обряду, потому что лютеранская церковь по просьбе бывшего кайзера запрещает этот брак. Тогда же Виктория принимает православие и берёт фамилию мужа. Его мотивы понятны, а её каковы мотивы? В мемуарах проскакивает, что он был якобы похож внешне на её первого суженного, болгарского короля, с которым была помолвка, но не состоялся брак. Но опять-таки, если он на неё обращал внимание, почему на старости лет не получить какую-то радость и удовольствие? Первый муж принцессы Виктории, принц Адольф Шаунбург-Липский, умер в 16-м году. Детей у них не было, его дворец остался принцессе. Именно в нём молодожёны и селятся после свадьбы. Во дворце начинаются бесконечные празднества и гулянки. Александр Зубков ни в чём себе не отказывает и за несколько месяцев тратит всё оставшееся у Виктории состояние. Она залезает в долги. Когда началась история с платежами и с долгами, родственники Виктории сказали, что они готовы ей выплачивать содержание, но только ей одно, и Александр должен куда-то деться. Плюс полиция сказала, что у него непорядок в документах, у него нет визы и разрешающих документов на пребывание. И Виктории удалось договориться, чтобы он переехал в Люксембург, где она по своим дружеским связям договорила, чтобы в Люксембурге зашили ему жить. И она к нему приезжала в Люксембург, и у них был такой брак на расстоянии какое-то время ещё. Зубков остаётся в Люксембурге. Там он работает простым официантом в ресторане, но продолжает пользоваться родством с имфераторской семьёй. Например, на вывеске у входа в ресторан значится «Вас здесь обслуживает зять Кайзера». А ещё Александр издаёт мемуары под названием «Моя жизнь», «Моя любовь». И он там подробно описывает свои отношения с дорогим Шурином Вилли, с императором Тобиш, который, мягко говоря, с ним ничего общего иметь не хотел. И также описывает свою супружескую жизнь, надо сказать, без особых сантиментов. Он честно пишет, что было бы странно, если бы я говорил, что я умираю от любви к ней, но это в каком-то смысле очень правдиво и честно. Но он пишет, что он был ей признателен за то доброе отношение, которое она к нему проявила. И он ей платил ответ на благодарность. Незадолго до своей смерти принцесса Виктория тоже выпустит книгу мемуаров и подпишет их Виктория Зубков. И эти мемуары как раз очень нежные и сентиментальные. Об Александре она пишет в частности так. «Особое благоволение провидения подарило мне милого спутника жизни, наполняющего мою жизнь новыми интересами и рассеивавшего одиночество, от которого часто страдают в пожилом возрасте те, кто прежде стояли в центре жизни». Эта сентиментальная романтическая история длится недолго. В 29-м году Виктория заболевает воспалением легких и умирает. С Александром она так и не разведется. Учитывая, что она не хотела разводиться, отчасти в этом мог быть протест против семьи и не сколько любовь к Александру, сколько именно ее самопозиционирование относительно ее семьи. Возможно, она скорее за него держалась, может быть, даже больше, чем он за нее. Александр Зубков пережил свою жену всего на 5 лет. Ему было всего 34, когда он умер в Люксембурге от туберкулеза. В газетах написали «Муж принцессы Виктории скончался в бедности». Может быть, я его отчасти оправдываю, но представить его таким злым, коварным, расчетливым, меркантильным трудно получается. Он скорее какой-то недотепа какой-то, действительно, кажется. Виктория Бендер тоже жизнерадостный человек. Жизнерадостный, легкий, авантюрный человек, который не знал стоимость денег, не ценил деньги. Изи кам, изи гоу. Они к нему пришли, он их тут же растратил. На самом деле, это такой, возможно, редкий жизненный оптимизм, который мало встречается, когда человек просто любит жить и не думает о том, что я должен построить карьеру, я должен оставить детей, вырастить деревья, дома, сыновей. Просто живёт сегодняшний день. То, что называется прожигатель жизни. Ну, в каком хорошем смысле слова, да. Хотя я думаю, что он принёс немало и страданий своей матери, которая, возможно, от него чего-то другого ожидала. И Виктория, может быть, ожидала более стабильной супружеской жизни. Поэтесса Марина Цветаева приезжает в эмиграцию к своему мужу, Сергею Эфрону, в 1922-м. Там история такая. Ей было 18 лет, она, это ещё до революции, знакомится с 17-летним Эфроном в Крыму, в Коктебеле. И уже через год, как только Эфрону исполняется 18, они женятся, несмотря на совсем разное происхождение. Потому что отец Цветаевой – это основатель музея изящных искусств, ныне Пушкинский музей знаменитый. А родители Эфрона вообще революционеры, которые большую часть жизни прожили в изгнании за границей. После свадьбы Эфрона Цветаева селится вот здесь, в Москве, в Борисоглебском переулке, вот в этом вот доме. И у них рождается дочь Ариадна, а через несколько лет вторая дочь Ирина. Тут вот не так давно поставили памятник Марине Цветаевой прямо напротив дома, где она жила. Первые годы два брака были совершенно счастливыми. Потом начались увлечения. До революции у них не было ни материальных затруднений, ни затруднений с жильём. То есть всё было очень хорошо. Когда начинается гражданская война, Эфрон уходит в Белую армию, участвует в ледяном походе Деникинском, потом в обороне Крыма, и вместе с остатками Белой армии добирается до Константинополя, оказывается в том самом Галлиполийском лагере, о котором я уже вам рассказывал. А Цветаева в этот момент в Москве. Она не знает, где её муж, не знает, жив ли он. И в дневнике пишет, обращаясь к мужу. Если Бог сделает это чудо, оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака. Летом 21-го года писатель, друг Цветаева Илья Оренбург привозит ей письмо от Сергея Эфрона из Праги. Эфрон приезжает сюда в рамках русской акции. Он приезжает в рамках русской акции чехославского правительства, когда чехославское правительство оказывает очень щедрую финансовую помощь русским иммигрантом. Он поступает здесь, в Карлов университет и учится полностью на деньги чехославского правительства. Итак, Цветаева узнаёт, что её муж жив и учится там, в Карловом университете. И она решает с Ариадной поехать к нему в Европу. И сделать это ей удаётся в 1922 году, в мае. Удаётся, потому что в этот момент как раз Советская Россия восстановила дипломатические отношения с Германией. Плюс это уже НЭП, новая экономическая политика. И получить разрешение на выезд становится проще. Цветаева этим пользуется и выезжает в Берлин через Ригу. 15 мая 1922 года Марина Цветаева с дочерью прибывают сюда на вокзал Берлин-Шарлотенбург. Здание, конечно, другое. В тот момент было война, с тех пор прошла. Их багаж, как позже напишет Цветаева, состоял из сундучка с рукописями, одного чемодана и портпледа – последнего подарка отца Марины, тот, который создал Пушкинский музей. Одежды и обуви почти не было, потому что всё уже к тому моменту было сношено. В отличие от того же Набокова, Марине Цветаевой Германия, очевидно, близка, потому что её мать была наполовину немкой, и она с детства хорошо знала немецкий язык. Германия вошла в детскую жизнь, в детский мир и стала неотъемлемой частью жизни для Цветаевой. Она очень любила Германию. И где возьму благоразумье, за око око, кровь за кровь, Германия – моё безумье, Германия – моя любовь. Траутенштрассе 9. Там до этого был пансион Элизабет Шмидт. И сегодня носит мемориальная табличка в честь Цветаевой. Потому что как раз в этом доме, в этом самом пансионе, для Цветаевой с дочерью снимает комнату их близкий друг Илья Оренбург. До этого он сам в этом доме тоже жил. Среди иммигрантов вообще этот пансион известен как дом с балконами. Ну да, есть балконы. Не особо выдающиеся, но есть. Или русский дом в Вильмирсдорфе. Сюда как раз приезжает к Цветаевой из Праги её муж Сергей Фрон. Здесь они наконец встречаются. Через какое-то время Фрон снова уезжает в Прагу и ждёт семью там. А Цветаева проводят в Берлине 11 недель, которые сплошь состоят из встреч и общений. Ну, в эмиграции часто так бывает, что, когда приезжает новый человек, он первое время не может наговориться со всеми. Кстати, интересная подробность. Здесь у Цветаевой начинается, наверное, правильно употребить современное слово, виртуальный роман с Борисом Пастернаком, который находится в России. Они обмениваются письмами и будут обмениваться ими 13 лет. В Берлине вообще хороший период у Цветаевой, потому что благодаря Иренбургу здесь издаются даже две книги её стихов – «Разлука» и «Стихи к блоку». Хочу вам здесь же рассказать про Илью Иренбурга. Его история очень сильно отличается от других историй русских эмигрантов, потому что, по сути, он никакой не эмигрант, хотя находится и в Берлине, и в Париже, и со всеми знакомы, его все знают. Он поддержал в 1905-м ещё революцию, в 16 лет избрался предколлегию газеты Социал-демократического союза, за это был арестован, довольно быстро выпущен на свободу под надзор полиции, тогда же эмигрировал в Париж. И жил он во Франции восемь лет. Потом начинается Первая мировая, и он работает корреспондентом русских газет «Биржевые ведомости» и «Утро.Россия» на Западном фронте, то есть у союзников. Лето 1917 года в России революция, Иренбург возвращается. Сначала он против большевиков, но потом, когда они приходят к власти, меняют позицию, получают советский паспорт. В марте 1921-го Иренбург, благодаря видному деятелю партии Николаю Бухарину, а с ним у Иренбурга давняя дружба, получает разрешение выехать за границу в так называемую художественную командировку и снова переезжает с женой в Париж, сохранив советский паспорт и периодически возвращаясь в СССР с лекциями. Удивительное положение. И забегая вперёд, ему ещё раз удивительно повезёт. Общение с Бухариным, который будет репрессирован, никак на Иренбурге не скажется. Надо сказать, что во Франции Иренбург так активно сотрудничает с советской печатью и так активно работает на советскую пропаганду, что его оттуда в том же 1921 году высылают. И он не едет обратно в СССР, а приезжает сюда, в Берлин. И живёт здесь три года. Тогда он задумал такой гид Мишлен сделать имени Иренбурга. И если бы ему по каким-то причинам удалось бы это сделать, возможно, он бы совсем другим вошёл в историю, потому что он собирался создать такой гид по кафе Европы, где будут впечатления от бывалого незнакомого человека и с фотографиями автора. Современная история, согласитесь. Публицист Роман Гуль, тоже из иммигрантов, пишет про Иренбурга, что тот действительно очень любил ресторанную жизнь. Вернее, он в кафе любил сидеть и работал всё время, сидя в кафе. В том числе и в знаменитом Прагердиле, где прогердильствовали русские иммигранты. Он может жить без кофе, но не может жить без кафе, пишет Гуль. Сам Иренбург про иммигрантов пишет следующим образом. Я не знаю, почему все эти люди живут в Берлине. Валюты или визы? Иммигранты или экономные туристы? Во всяком случае, все они Берлином недовольны и не пропустят возможности его поругать. Особенно русские. Это считается хорошим тоном. В 1924 году в его любимой во Франции приходит к власти левый блок. И Иренбургу разрешают вернуться в Париж. Он возвращается. И там он будет работать в корпункте советской газеты «Известия» под псевдонимом Пол Жослен. И я когда думал про биографию Иренбурга, я подумал, что проще всего провести параллели с Владимиром Познером. Это такой Познер своего времени. Он тоже франкофил, но с советским паспортом. Он работает на советскую пропаганду, но при этом имеет возможность свободно выезжать и работать в международных корпунктах. И с иммигрантским сообществом он тоже на короткой ноге. Но и с советским руководством при этом тоже дружит. Абсолютно уникальное положение. Цветаева с дочерью Ариадной приезжают в Прагу в августе 1922 года. Первую ночь они проводят в этом жёлтом здании на самой окраине города. Тогда здесь общежитие, в котором живут русские иммигранты. Самое интересное, что и сейчас здесь общежитие какой-то местной строительной компании. Здесь ютится Сергей Эфрон, к которому Цветаева и едет. Сейчас здание перестроено, перекрашено. Тогда оно – одно из самых известных поселений русской иммиграции. Причём по тем временам постройка считается довольно современной. Тут были даже миниатюрные комнаты на одного человека. Но там, правда, не было никакой мебели. И от других комнаток отделяла лишь небольшая перегородка тоненькая, которая при этом даже до потолка не доходила. То есть звукоизоляции не было вообще. Снимать квартиру в Праге семье Цветаева и Эфрона не по карману. А жить в таком тесном общежитии, где за стеной чужие люди, им тоже не в моготу. Поэтому они переселяются в пригород и большую часть своего пражеского периода проведут, переезжая из дома в дом в чешских деревеньках. Когда с деньгами становится получше, в том числе благодаря русской акции, Цветаева снимает квартиру в самом городе. И около полугода, в 23-24 годах, она и Эфрон живут вот в этом доме. И из окон открывается прекрасный вид, считай, на всю Прагу. Сюда даже приезжал навестить Цветаеву Владимир Набоков. И ему так эта квартира понравилась, что он позже снял её для матери и сестры. Это дом номер 109 на Лаританской площади. Началась его история 100 лет назад для русской эмиграции, когда умер академик Кондаков, который тоже жил в Праге в эмиграции в феврале 25-го года. Тот круг учеников, единомышленников, который вокруг него сложился, в том числе Сергей Эфрон был одним из его учеников, и они решили продолжать дело академика Кондакова. Академик Кондаков на тот момент был, наверное, крупнейшая в мире величина исследователь византийского и древнерусского искусства. Когда Кондаков умер, его последователи решили продолжить его дело и основать семинар имени Кондакова, семинарём «Кондаковианом», как они его по-латыни называли. Давайте подробнее про Кондакова. Мы помним, что он вместе с Буниным ездит на одном пароходе через Константинополь, едут в эмиграцию. Вокруг Кондакова сложился потом культ целый. С чем он был связан? Он первое время живёт в Софии, потом Бунин из Софии уезжает в Париж. Кондаков понимает, что там как-то всё не очень хорошо, в смысле исследований по его профилю. В это время приходит приглашение Масарика, и Кондаков принимает приглашение Масарика, переезжает сюда. И на самом деле Кондаков здесь просто становится звездой первой величины. Хотя бы потому, что в Праге всё два академика было на тот момент русских. Он был одним из двух академиков, которые здесь жили. Когда Кондаков умер, для Ефрона это была прямо проблема, потому что у него на следующий день сессия была. Он должен был закрыть экзамен по какому-то предмету, а преподаватель умирает. И Цветаева писала одному из профессоров, чтобы договориться, как сделать так, чтобы Ефрон получил зачёты, несмотря на смерть Кондаковым. Ещё хочу рассказать. Марина Цветаева оставила очень яркое воспоминание о смерти Кондакова. Кондаков умирает практически мгновенно, говорит «Я задыхаюсь», потом прислушивается и уточняет «Нет, умираю». Цветаева пишет «Последняя точность учёного, не терпевшего лирики в деле». Вот таким был Кондаков. Через три года после этого Цветаева и Ефрон переедут во Францию, где их снова ждут тяжёлые испытания, которые, возможно, и подтолкнут Ефрона стать агентом советской разведки. Но об этом чуть позже. Вообще нужно сказать пару слов о том, что такое белая эмиграция для СССР, для властей советских. Именно там, как мы её помним, начали называть белой. Большевики на самом деле отлично осознавали, что это такая альтернативная внешняя Россия, что там, то есть здесь, находится интеллектуальный цвет бывшей нации. И они однозначно его воспринимали как угрозу и как врагов. В советских анкетах ещё долгие годы, практически до конца режима, будет пункт «Имеете ли вы родственников за границей?». И одна из причин, почему этот пункт появился – это как раз белая эмиграция. Советские спецслужбы тоже прекрасно понимают, что среди эмигрантов, особенно среди настоящих белогвардейцев, среди тех, кто воевал, много тех, кто будет хотеть реванша, кто будет создавать тайные организации, кто будет пытаться вмешиваться в то, что происходит в Советском Союзе. И они придумывают поистине дьявольский план. Они сами создают белое подполье, которое войдёт в историю как организация «Трест». «Трест» организовывает эмигрантам нелегальные переходы через границу советскую, конспиративные встречи в Москве и Ленинграде помогают в распространении антибольшевистских листовок. И в глазах значительной части эмиграции это такая действительно подпольная организация, про которую более-менее известно. Она пользуется уважением, и никто не догадывается, что на самом деле за ней стоит Луганка. В результате именно с помощью «Треста» ОГПУ удаётся ликвидировать многих реальных врагов, которые, поверив в легенду про подпольную сеть в России, которые борются с большевиками, приезжают на территорию СССР и там погибают. Так, например, погибает Борис Савенков, один из лидеров СССР, боевой организации эсеровской, который в своё время боролся с царскими чиновниками, потом стал воевать с большевиками. Его заманили в Советский Союз, создав там целую спецоперацию под названием «Синдикат-2». Но «Трест» не просто заманивает врагов в СССР, а их там истребляет. Идея намного шире. Он также призван проводить идеологическую работу, показывать иммигрантам, которые якобы нелегально приехали в СССР, что жизнь там хороша, люди счастливы, чтобы эти иммигранты, вернувшись потом опять за границу, эту идею распространяли. Представляете, какой замысел. И самый известный эпизод вот этой идеологической борьбы – это поездка в СССР Василия Шульгина. Это отдельная крутейшая история. Шульгин – это известный монархист и литератор, как многие тогда. Он революцию не принял категорически, причём даже профевральскую революцию. Он пишет, что… Отвращение залило мою душу и с тех пор не оставляло меня во всю длительность Великой Русской революции. Он лично революцию не хотел. Он хотел изменений. Он хотел скорее изменений, я бы так сказал, путём реформ, если вот можно так это оформить, но не путём каких-то потрясений. Но в моменте, когда происходит, собственно, февральская революция, он на ней на самом деле активно участвует. Он избирался в состав Временного комитета Госдумы. И как член этого комитета в марте 17-го, он на минуточку принимает отречение Николая Второго. Он один из тех, кто присутствует при подписании отречения. И потом он скажет, что монархисты вынуждены были при этом присутствовать, чтобы не оставлять государя одного на объяснение с врагами. Было уже понятно, что ситуация невозврата существует. Назад уже ничего не отыграть. И вместе с тем мы видим, что для многих стало очень удобно все свои собственные слабости сваливать на Шульгина. Вот, видите, приехал монархист, вырвал у монарха отречение. Но где были вы? Ведь в 17-м году мы видим просто массовое отречение бывших, не просто монархистов, а лидеров правых партий от своих прежних взглядов. Порешкевич пишет книжку «Беззабрало», приветствует Временное правительство. Лев Тихомиров, которому Николай Второй за его книжку «Монархическая государственность» подарил чернильницу, работа Фаберже, он с женой по телефону общается, и жена ему кричит «поздравляю с переворотом», а Тихомиров, стоявший во главе крупнейшей монархнической газеты, пишет в дневнике, что он рад революции, рад произошедшим событиям. То есть в какой-то степени слабость проявили, наверное, почти все. В 17-м году после победы большевиков Шульгин присоединяется, понятное дело, к Белому движению. Он одно время находится в армии Деникина, в 20-м году оказывается в Константинополе, едет в знакомый нам галлиполийский лагерь и там пытается разыскать своего пропавшего сына Вениамина, пропавшего при обороне Крыма. Запомним эту деталь. Потому что потом Шульгин оказывается в Чехословакии, потом в Берлине, потом едет государство сербов, хорватов и словенцев и обосновывается там, в Сремских-Карловце, где мы уже с вами были. В 25-м году его связывают с организацией ТРЕСТ и обещают помочь найти следы пропавшего его сына внутри России. Он соглашается, его снабжают поддельным паспортом на имя иностранного гражданина Эдуарда Шмидта и Шульгин нелегально едет в Советский Союз. Кому-то все-таки нужно было в Советскую Россию съездить. Если там такая мощная организация существует, надо же это как-то проверить на месте. Понятно, что это должен быть человек опытный, это должен быть человек с широким кругозором, человек, который обладает достаточно хорошим интеллектом. То есть Шульгин подходил на роль вот такого вот разведчика, скажем прямо, это же разведка по сути, он подходил идеально. Личная причина. Личная причина – это, конечно же, попытка найти сына. И вот Шульгин решается на это. Он посещает Москву, Ленинград и Киев. И потом пишет об этом целую книгу, которая будет называться «Три столицы». Если вы про неё не слышали, я вам её очень рекомендую, если вам та эпоха интересна. Она полна того, что я очень люблю – бытовых подробностей той советской жизни. И Шульгин потом благополучно возвращается в Европу. И впоследствии, когда станет известно, а это всплывёт, что «Трест» – это был проект ОГПУ, для Шульгина это будет вдвойне страшным ударом, потому что книга его уже вышла. И выяснилось, что для того, чтобы не скомпрометировать людей, которые ему помогали с этой поездкой, он отправлял им, как он считал, подпольщикам гранки своей книги. И потом он сам с горечью пишет, а выяснилось, что их вычитывал Дзержинский на Лубянке. Дзержинского уже не было, но история, конечно, была мощная. Действительно, его книгу на Лубянке фактически редактировали. И к Шульгину доверие было подорвано. Он начал сам это очень сильно переживать и писал, что вся эта ситуация вынуждает его уйти из политики. Он остаётся жить в Югославии, живёт какое-то довольно продолжительное время непубличной совершенной жизнью. А когда Югославия оккупирована нацистами, Шульгин остаётся там, ведёт себя осторожно, уклоняется от любых контактов с немецкими властями, но и к борьбе с ними не призывает. И в 1944 году, когда к Югославии приближаются советские войска, Шульгин принимает решение не уезжать. И когда Красная Армия приходит в Югославию, то его арестовывают и через Венгрию отправляют в Москву, на Лубянку, где за антисоветскую деятельность в 1947-м его приговаривают к 25 годам тюрьмы. И в свой срок он отправится добывать во Владимирский Централ. Ему повезло, что приговорили. Если бы он чуть раньше попал бы, то ему бы грозил расстрел. У него, конечно, в силу того, что очень плохо кормили, а он уже был в возрасте, и человек не очень здоровый после такой жизни, были проблемы очень серьёзные с этим. В ГУЛАГе Шульгин и застанет смерть Сталина. Спустя три года, в 1956-м, через 12 лет от ситки, он будет освобождён и останется жить во Владимире, где станет довольно известной личностью. В ГУЛАГе Шульгин получил квартиру. Глава квартиры, однокомнатная паспорта. Никакого он не получил, конечно. А получил такой зелёненький документик. Это типа вид на жительство. Но где было сказано, он так оставался гражданином Российской империи. Если он куда-то хотел уехать, то он должен брать в соответствующих органах разрешение. И в этих органах раз в месяц он должен был отмечаться. По подаче КГБ, мы видим, это они были и цензоры. Вот и родилась небольшая книга, которая называлась «Письма к русским эмигрантам». И там он, и честно, откровенно об успехах писал нашей страны. Всё, что хорошо, что ему там нравилось. Всё это было объективно. Но и это ещё не конец истории Василия Шульгина. У неё есть фантастическое продолжение, друзья. В 1965 году, уже пережив всё, и советские лагеря в том числе, Шульгин успевает сняться в фильме о самом себе. Причём Шульгин играет Василия Шульгина, а все остальные – это актёры, потому что фильм постановочный. Называется он «Перед судом истории». И сюжет в том, что Василий Шульгин прилетает в Ленинград на самолёте Ту-104, откуда не сообщается. И там его встречает советский такой правильный историк, которого играет актёр Сергей Свистунов. И они вдвоём гуляют по Ленинграду, где Шульгин не был примерно 40 лет. Это и по сюжету, и по правде жизни так. И ведут всякие разные разговоры, обсуждают, как город изменился. А что нынче в правительствующем Сенате? В правительствующем Сенате нынче государственный исторический архив. Но гораздо важнее, что эти два главных героя ведут постоянно политическую дискуссию. И Шульгин там предстаёт совершенно мощным дедом. Ни в чём не разуверившимся, не потерявшим идеалов своей юности, неразуверившимся в деле, которым он прослужил всю жизнь. И они говорят там о Белом движении, о гражданской войне, о царе, о Великой Отечественной, о фашизме. И Шульгин абсолютно переигрывает этого советского историка в исполнении Свистунова и выглядит просто настоящим красавчиком. А персонаж Свистунова выглядит таким нудным советским душнивой. «Какая тишина мирная, благостная!» «Да, мирная тишина. Чего она стоила нам, эта мирная тишина?» Даже по меркам хрущёвской оттепели, когда этот фильм выходит, я не могу понять, как вообще его цензура пропустила, как вообще могли бы в Советском Союзе такое снять. Потому что, на мой взгляд, друзья, фильм абсолютно на сто процентов антисоветский. История там произошла следующая. Был такой заслуженный, очень советский режиссёр Фридрих Эрмлер. Он, среди прочего, снял, между прочим, такой этапный, важный фильм «Великий перелом» в 45-м году. И, среди прочего, этот фильм даже приз в Каннах получил. Но к середине 60-х он уже такой старик. Его поджимает борзая молодёжь. И Эрмлер хочет напоследок показать, что есть ещё порох в пороховницах. И он придумывает эту невероятную историю. Приходит в отдел культуры ЦК КПСС, говорит, что вот там живёт у нас Шульгин, который ещё в добром здравии. Давайте мы его привезём в Ленинград, развернём с ним идейную дискуссию и побьём белогвардейцев на их поляне. И он это мотивирует очень красиво. Говорит, я сам участвовал в гражданской войне, и таких, как Шульгин, тогда ставил к стенке. Но сейчас уже много лет прошло, и давайте мы их идейно добьём, заколотим последний гвоздь в крышку этого белогвардейского гроба. И ЦК соглашается на это. И, как я уже сказал, эффект, на мой взгляд, получается совершенно противоположный, потому что Шульгин, он не играет. Шульгин, говорит, кажется совершенно искренне. В этой братоубийственной резне её проливали и белые, и красные, потому что кровь родит кровь. Надо сказать, что когда фильм вышел в 65-м году, советская власть всё-таки сообразила, что к чему, потому что он три дня шёл в кинотеатрах и после был убран. Запрещён не был, но нигде никогда не показывался до конца советской власти. И Эрмлер, кстати, вскоре после этого умер. Удивительная история, друзья мои, потому что она показывает, насколько эти люди, звёзды первой эмиграции, насколько они были внутренне цельными, насколько они были верны себе даже после всего, что они пережили и даже признавая, что они потерпели идейное поражение в конечном итоге. Если вам интересна история советской власти, история белой эмиграции, я вам очень рекомендую этот фильм, потому что это совершенно уникальный документ. такой шум. Он ведь, может быть, и не настолько интересен, как писатель, как политик, не настолько удачлив, но он свидетель. Вот это интересно. Он свидетель страшного века, свидетель такого жестокого века. В конце 20-х в Веймирской республике дела идут на лад. Экономическая ситуация выправляется, безработица снижается, доходы растут, производство налаживается. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия НСДП, которая стала популярной на фоне кризиса, теряет поддержку. И на парламентских выборах в 28-м году за неё голосуют, знаете сколько? 2% населения. Этот период потом называют «золотые 20-е» – «гольденные цванцегер». На фоне общей нарастающей стабильности начинается расцвет искусства, науки. Ну и конечно, это самое свободное на тот момент время в истории Германии. Кругом кабаре, бары, рестораны, алкоголь льется рекой, наркотики, свободный секс, всякие шоу. Недавно, кстати, был сериал Тома Тыквера, автора знаменитого фильма «Беги, лолу, беги». Он снял сериал «Вавилон, Берлин». Если вы вдруг не смотрели и вам интересен этот период, поглядите. Там очень скрупулёзно и, я бы сказал, нежно воссоздана эта атмосфера. И вот сквозь этот табачный дым, громкую музыку, яркие краски пробираются, проживают в своей жизни русские эмигранты. Шкловский про это пишет хорошо. «Триста тысяч русских разных национальностей бродят в трещинах гибнущего города. Музыка в кафе. Нация официантов и певцов среди нации побеждённых». Шкловский вообще очень критично настроен к берлинским свободам. Мы помним, что он уже к тому моменту уехал в Советский Союз, к началу тридцатых. В двадцать девятом году золотые двадцатые заканчиваются. Страну ждёт новый удар. Это великая депрессия, которая происходит в Америке и, как карточный домик, рушатся европейские экономики одна за другой. Начинается мировой экономический кризис. Самый большой в мировой экономической истории того времени спад. В 1930 году все пруказы здесь, в Чехословакии, заменяются на нандсеновские паспорта, несмотря на активные протесты русских эмигрантов. Потому что к тридцатым годам здесь, в Чехословакии, уже становится не до русских беженцев. Во-первых, все понимают, что большевики надолго. Во-вторых, до Чехословакии докатился мировой финансовый кризис. И стало тут не до планов, не до надежд на прекрасную Россию будущую. Миллионы немцев снова теряют работу, снова проваливаются в нищету. И на фоне экономического и политического хаоса радикальная нацистская партия снова набирает популярность. И в 1933 году она выигрывает выборы, получив больше сорока процентов голосов в парламенте, в Рейхстаге. Лидер партии Адольф Гитлер становится рейхсканцлером. Совершенно легитимно, в полном соответствии с Конституцией он становится лидером страны и буквально на следующий день начинают закручивать гайки, запрещаются все оппозиционные газеты, публичные выступления против нацистов, начинаются массовые аресты, ликвидируются все партии, кроме нацистской, запрещаются забастовки. Но тучи быстро начинают сгущаться. Если уж мы говорим про фильмы, то возможно вы помните великий фильм «Кабаре» Боба Фосса с Лайзой Миннелли и в главной роли, вот там этот момент очень драматично воспроизведён. Что в этот момент происходит с русскими иммигрантами, когда Гитлер пришёл к власти? Часть из них, как и значительная часть немецкой интеллигенции, бежит за границу. 3 января 1919 года «Господь Бог унёс меня от ленинского тоталитаризма в свободную Германию», а 3 сентября 1933 года от гитлеровского «в свободную Францию». Так пишет писатель Роман Гуль про финал своего немецкого периода жизни. Интересно, что далеко не все сразу покидают страну и вообще не все русские её покидают, потому что многие надеются, что Гитлер – это явление временное, ну или считают себя политичными и думают, что можно пересидеть в городе, продолжать спокойно жить, работать в своём ресторане, в своём магазине. Излишне говорить, что это окажется таким же роковым заблуждением, как и то, что говорили про большевиков после их прихода к власти, когда тоже многим казалось, что это совсем ненадолго и их можно переждать. Был усиленный контроль над оставшимися в Берлине русскими. И Василий Бескубский, генерал из Мюнхена, был ответственным за русское национальное управление. В общем, произошла поляризация. Большинство уехало. Кто-то остался в Берлине. Точно неизвестно сколько. От десяти до сорока тысяч. Помните успешного предпринимателя Казака Парамонова? На его жизни приход нацистов к власти поначалу никак не сказался. Его вызывали в гестапо на беседу, интересовались его отношением с большевизмом, но в итоге отпустили. Никаких претензий не предъявили. Ну, бизнес у него там был. Во-первых, его там никто особенно не трогал. Его педефор, сын, учился в институте каком-то политехническом немецком. И всё замечательно у них было. Нацистов они вроде как, так если верить их рассказам, не очень там приветствовали. Парамонова близко к этому отношения не имел, а сын не брал немецкое гражданство, чтобы не попасть в армию немецкую. И когда там стало очень туго, особенно, конечно, бомбёжки там и такое прочее, они убежали в Калфбат, в Карловы Вары, и потом пришла Красная Армия. И, конечно, они быстро понимают, что их ничего хорошего не ждёт, и всеми правдами и неправдами начинают пытаться получить разрешение на выезд в американскую зону. Это территория Германии, которая находится под контролем американских войск. Не очень понятно, как им удалось это разрешение получить, почему они не были арестованы. Ну, вероятно, просто до них ещё не дошли у СМЕРШа и НКВД руки на тот момент. Они потом рассказывали историю, что жена Парамонова смогла получить от разрешения через одного из советских комендантов за обещание привезти им потом в подарок часы. В результате они обещание не выполнили и из американской зоны не вернулись. Там, в американской зоне, они селятся в баварском городе Байройд. Понятно, что от бизнеса и денег снова у Парамоновых ничего не осталось. И 69-летний Николай снова начинает всё с нуля, снова берётся за издательскую деятельность. Книги издавались на русском по разрешению американской оккупационной администрации для перемещенных лиц. Было же очень много бывших граждан Советского Союза, которые на тот момент находились в Германии, были угнаны, при других обстоятельствах туда попали после плена. И многие из них оказались в лагерях в американском секторе. Вот для них издаёт книги Парамонов. Один раз только у него возникнут проблемы с американскими властями, из-за этого изъяли тираж открыток с Николаем Угодником, потому что ему американцы заявили, что религиозная пропаганда в лагерях запрещена. Парамонов умер там же, в Баварии, в 73 года от сердечного приступа. А после его смерти сын его, которого в честь деда назвали ELPD Forum, сразу уехал с семьёй в США, потому что он был уверен, что грядёт советское вторжение и Третья мировая. Для Владимира Набокова приход нацистов к власти – это последняя капля, которая заставляет его срочно искать возможности уехать из Германии, которая, как мы помним, и так ему не нравится. Одним из таких важных сигналов для него становится происшествие с Иваном Буниным. Которого немецкие пограничники в какой-то момент сняли с поезда «Париж-Берлин» и устроили ему совершенно унизительный допрос, многочасовой. Такая была довольно скандальная и некрасивая ситуация. К тому же жена Набокова – Вера, она еврейка. И в 1933-м её увольняют с работы. Вера работала до 1933 года в фирме секретарём, которая принадлежала евреям. Эта фирма была вынуждена закрыться по очевидным причинам, по разным причинам – по финансовым, по каким-то физическим нападениям на владельцев. В 1937-м Набоковы покидают Германию. Сначала Набоков выезжает в Бельгию, его жена в это время едет в Прагу. Набоков к ней туда приезжает. Вместе они переезжают во Францию, где проведут следующие три года. Именно Франция станет главным центром русской эмиграции первой волны. Как здесь встретят новость о своей Нобелевской премии Иван Бунин? И чем закончится его любовная драма с Галиной Кузнецовой, девушкой, которую он в качестве муза позовёт к себе жить втроём вместе со своей женой? И что стало с архивом Кузнецовой, где, как рассказывают, масса всего интересного, а сейчас он в руках человека, который обещает ни за что не передавать его в Москве? За что здесь в Париже арестовывают и дают 20 лет тюрьмы певице Надежды Плевицкой? Почему в этом городе так много князей-таксистов? Как белые офицеры становятся главной рабочей силой автомобильных гигантов Рено и Ситроен? И, кстати, как выглядели эти русские эмигранты здесь, в Париже? Как в сравнении с современным русским звучал их язык? Что они ели? Какую музыку слушали? Что здесь происходит после того, как Францию оккупируют нацисты? Как раскололась русская эмиграция после лета 41-го, когда Гитлер напал на СССР? И что стало с ней в 45-м году, когда Сталин пообещал простить всех белых эмигрантов, если они вернутся? Получилось ли у кого-то из них добиться признания в новой стране? И как теперь живут их потомки? Что думают о нынешней России и нынешней волне эмиграции из неё? Обо всём этом в третьей части нашего мини-сериала про белую эмиграцию. Как вы поняли, она вся целиком будет из Франции. Подпишитесь на канал. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова